Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать в новом ролике надеюсь вам понравится не забывать ставить лайки и подписываться также комментировать не забывайте заходить в описании там есть телеграм-канал эскорт сервера и все что может вам понадобиться приятного просмотра. Неужели ты меня заставишь? Стоило мне проговорить, как гест помчался в мою сторону покрывая свое тело огнем. Каждый его шаг оставлял на земле выжженный след, а в кулаке сконцентрировалась настолько огромная температура, что воздух рядом с ним начал рябить. Было довольно легко вывести его из себя, хотя на его месте я бы поступил точно так же. Вряд ли я бы смог сохранить спокойствие, если одна из сестер окажется в таком же положении как Гирд. Назвав себя богами, они стали довольно высокомерными, стоит один раз преподать им урок, дабы они понимали, что даже боги не всесильны. Возможно, это покажется жестоко, но это спасет им жизнь в будущем. Лишь поняв свою слабость они станут сильнее, дабы победить Хроноса. Гест уже преодолел половину пути, как увидел, что на лице Альфаэра растянулась улыбка. Он понимал, что тот, скорее всего, приготовил ловушку, вот только Гест даже не собирался отступать. Ведь он был уверен в своих способностях, а проигрыш брата скинул на его неподготовленность. «Лови!» Бывший архангел пнул лежачего Герда так сильно, что тот словно живой снаряд отлетел прямо на шокированного брата. Гест, который совсем не ожидавший такой подлой атаки успел лишь выставить перед собой руки как в него с хрустом, влетел Герд сбивая с ног. Непривычное чувство боли начало распространяться по телам молодых богов, что совсем не ожидали такой силы от неизвестного парня. «Вы такие слабаки, что даже как-то стыдно вас бить». Слова Альфаэра словно нож резал гордость богов, оставляя довольно неприятные чувства в душе. К сожалению, им оставалось лишь лежать на земле не в силах стать, их последней надеждой на отмщение были сестры. По рукояти копья в руках Зевера проходили дуги молний, а золотые глаза встретились с охмурым взглядом Аиды, которая махнула головой, будто они мысленно о чем-то договорились. Небо мигом обрело темные оттенки, а в воздухе распространился запах осона. Видимо они наконец-то поняли, что я не такой уж и слабый противник, раз решили действовать вместе. Они словно две акулы начали медленно кружить рядом со мной, дожидаясь подходящего момента. В отличие от тех двух идиотов, что жалобно стонали от боли, сестры не смели меня недооценивать. Стоило только Зевера оказаться сзади меня, как небольшая дуга молний словно стрела полетела мне в спину оглушая пространство характерным треском. Только я отступил в сторону, как Двузубец уже летел мне в лицо, а синяя волна пламени, что разошлись по обе стороны блокировала все возможные попытки уклониться. Первая атака молниями была больше сказать разведкой моей защиты, чем настоящей попыткой меня быстро одолеть, а решающий удар должна была сделать богиня смерти, в руках которой покоился тот самый Двузубец. Они могли показать довольно хороший бой, вот только я сюда пришел не биться, а преподать им урок. И довольно очевидно, как они могут начать уважать других и пойти по пути смирения, если не понимают, что чувствуют униженные. Не успела победная ухмылка распространиться по лице Аиды, как Альфир схватил наконечник голыми руками. Чувствуя, что она проигрывает в грубой силе, девушка послала голубое пламя, что мигом распространилось по рукояти оружия до самого кончика. Огонь будто живой начал пытаться поглотить парня, который совсем не выражал боли. И все. С вопросом уставился парень, на лице которого начала распространяться издевательская ухмылка. И вы хотите победить титанов? Ха-ха. Девушка с силой сжала зубы, пока внезапно не услышала характерный треск молний, что распространялось от тела ее сестры. Она успела увидеть лишь вспышку света, как тело Зеверы растворилось на множество молний, что стремительно помчались на них разрывая воздух. Звездочка, звездочка, звездочка. Огонь Аиды беспомощно пытался сжечь мою руку, как сзади послышался треск молний. Краем глаза успеваю заметить, как Зевера несется прямо в мою сторону, выпуская из тела просто огромное количество молний. Они словно живые начали опутывать девушку, пока не стали напоминать броню. Девушка сжала в кулаке невероятное количество энергии, и вместо использования трезубца решила просто попытаться меня ударить. Видимо она еще не понимает, насколько огромна разница в наших силах, но или боялась меня случайно ранить, что, впрочем, было для нее невозможно. Ее кулак был в нескольких сантиметрах от меня, что я отчетливо мог увидеть красные отметины на костяшках ее пальцев. Тыльной стороной ладони просто отвожу ее кулак слегка в сторону, и развернув ладонь сжимаю предплечье ниже локтя девушки. На лице Зеверы проскальзывает боль, стоило мне сильнее сдавить пальцы. Мне даже не пришлось прилагать силу, чтобы раскрутить ее тело и снести Аиду, используя тело девушки как оружие. Их тело несколько секунд катаются по земле, отчего пространство накрывает пылью, скрывая фигуры девушек. Думаю с вас хватит. Только я развернулся как с неба ударила огромная молния прямо в то место, где должны были лежать девушки. Еще миг и пространство начало утопать в голубом оттенке пламени, а в лицо ударил горячий воздух. Земля под ногами начала трястись от силы, что шла с того места. Пыль мигом отступила, показывая слегка изменившийся вид девушек, а также изменения потерпели их оружие. Глаза Зеверы приобрели полностью белый свет будто лишились радужки, а копье стало напоминать застывшую молнию. Сзади нее раскрылись крылья, полностью состоящие из тонких нитей молнии, что сплетались между собой. В глаза также бросился вид Аиды, синее пламя которое приобрело более темные оттенки, окружая тело девушки образуя огромного исполина, в руках которого покоилась коса. Второй раунд значит. Стоило мне проговорить, как огромный исполин взмахнул косой, разрывая пространство. Миг из него стали вылетать мертвые души существ, что некогда были заключены самой девушкой. В их глазах горело голубое пламя, которое стало в несколько ярче, стоило им заметить меня. Они словно изголодавшие звери бросились в мою сторону, размахивая кослявыми руками, некоторые даже чем то, что раньше было оружием. Прикрой меня точка взгляд звери сконцентрировался на парне, который с некоторой скукой уничтожал заточенные души мертвых творей. Его руки были покрыты серой энергией, благодаря чему тот смог дотронуться до них. Естественно. Аида ухмыльнулась. Они совсем забыли про старый спор, ведь в нынешний момент для них в приоритете было одолеть парня. Сжимая в руках двузубец, богиня смерти вогнала его прямо в землю. Синее пламя от него начало распространяться по рукояти вниз, уходя куда-то внутрь земли. Звездочка, звездочка, звездочка. Стоило слегка сжать ладонь, как голова летающего скелета просто лопнула, а остальные наконец-то поняв, что я им не по зубам, начали отступать. Земля под ногами слегка вибрирует, и начинает набухать. Внезапно мощные толчки упрямо пробиваются сквозь землю, вызывая всплески грунта и поднимая столбы синего пламени. Миг огонь полностью окружает меня, не давая куда-либо убежать. Воздух разрывает свист, как через волну пламени пролетает двузубец, который словно снаряд взрывается, стоило ему лишь оказаться рядом. В густой стене пламени остается маленькая брешь от копья, которая начинает мигом затягиваться. Глаза невольно замечают в маленькой прорехе ухмылку на лице Аиды, вот только рядом совсем не видно второй девушки. Стоило пламени окружить Архангела, как зевера мигом поднялась прямо к облакам, где вовсю гремели характерные звуки. Копье в ее руках начало притягивать разряды молнии, а энергия девушки с трудом их удерживать внутри него, пытаясь собрать как можно больше. Пара секунд и копье, что представляло собой застывшую молнию, стал в несколько раз толще. Крылья на ее спине засеяли, как она вскоре помчалась прямо на парня. Синее пламя словно послушное животное раскрываться перед богиней молнии, показывая Альфаэра, который с недоумением крутит головой. Это был лучший момент для нападения, который она не могла потерять. Хоть я и не видел, где была зевера, вот только отчетливо чувствовал, как ее энергия струилась прямо надо мной. Видимо они рассчитывали на внезапную атаку из-под тишка. Девушки прекратил меня жалеть и начали более серьезно относиться к бою, но такого трюка явно будет маловато. Аида уже видела, как копье почти коснулось парня, как вдруг тот ее просто схватил голыми руками. Молнии, что нещадно начали атаковать, мигом исчезли, стоило им только коснуться его ладони. Поспей немножко, только он проговорил, как с его ладони вылетели молнии, но более темного оттенка. Веки зефиры сжимаются от боли, пока она просто не теряет сознание, при смотре за ней. Голос бывшего архангела доносится прямо рядом с Аидой, отчего дрожь волной протекает по ее телу. Только теперь она понимает, что бой, который они считали почти что не смертельным, был для парня лишь обычной разминкой. Они бы даже не поняли как умерли, если бы тот сразу начал передвигаться так же быстро. Ада успела лишь увидеть, как ее сестра потеряла сознание, как парень уже стоял с рядом с ней. Дэда. В голосе пробежала предательская дрожь, пока она забирала свою сестру из рук бывшего архангела. Что-то меня утомил этот бой. Парень демонстративно зевнул, пока молодые боги стыдливо прятали лица. Ну что Димитр, понравился бой? Ну, было как-то односторонне. А что здесь происходит, внезапно со стороны моря раздался женский голос. Глава 44 Герт и его брат со страхом смотрели на архангела, боясь даже сделать вдох при его присутствии. Разница в силах, показанная им довольно сильно ударила по чувствам молодых богов, а души начали утопать в панике. Их прошлые слова могли оставить обиду внутри бывшего архангела, и в нынешний момент Альфаир мог их просто прикончить. Жалобные взгляды мигом перешли на гею, в попытке найти спасение, но натолкнулись лишь на равнодушие. Фигура Альфаира стала приближаться к дрожащим богам, пока его не отвлек всплеск воды. А, что здесь происходит? Со стороны моря Донесса женский голос, а на лице братьев промелькнула возможность. Они мигом оказались сзади неё прикрываясь от архангела, краешки губ которого приподнялись. Твои братья и сёстры захотели устроить спарринг, где потерпели поражение. Точка невозмутимо проговорила гея, и лишь Альфаир мог заметить боль, что поглощала её от вида раненых внуков. Девушка перевела взгляд Альфаира, а древко трезубца в её руках слегка заскрипела. Она не решалась его атаковать, видя в каком состоянии были остальные. Неужели тоже хочешь сразиться? Стоило мне спросить, как девушка отрицательно помотала головой. Я видел с каким трудом далось ей это решение, ведь так просто отпускать того, кто избил её родственников, она не хотела. В отличие от них я понимаю, когда стоит отступить точка прошёл лишь миг, как эмоции девушки утихли. Всегда есть рыба покрупнее. Кстати, меня зовут Посейдон, богиня Марии и океанов. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Если вы поможете в предстоящей битве, объединившись с нами, то в будущем мы вернём ваши утраченные земли. Точка уверенно проговорила Аида, взмахивая руками. Остальным богам придётся сдать захваченные территории, либо мы их просто уничтожим. Ты говоришь довольно уверенно, вот только где гарантия, что вы просто не продадите нас. Напротив богини смерти стояла девушка, которой мог позавидовать любой культурист будущего. Все её тело было усеяно мышцами, и стоит ей слегка напрячься, как они могли с лёгкостью порвать её одежду. Где гарантия ваших слов? У вас не будет выбора в Алдаре. Неужели ты желаешь, чтобы вас забыли? Ваши люди уже давно во власти египетских богинь. Не имея никаких козырей, Аиде пришлось надавить на страх любого бога. Страх быть забытым своими подданными, ведь чем меньше людей тебе поклоняется, тем слабее ты становишься. С каждой секундой вы становитесь слабее в отличии от нас, как думаешь кому будет выгоднее этот союз? От слов Аиды страх начал проникать в душу девушки. Она знала, что их ждёт в случае смерти, и это место было настолько ужасным, как и её хозяйка. С каждой секундой проведённой в том месте твои эмоции просто поглощаться вечно растущим гневом и яростью, пока они не доводят тебя до грани. Не зря это место назвали кладбищем богов. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Прошло уже несколько дней с моего знакомства с молодыми богами и их позорного поражения. С того дня они стали вести себя более сдержанно в моём присутствии, хотя Герд до сих пор точил на меня зуб. Понимая, что их сил не хватает, он решил наладить отношения с Гией, одновременно настраивая её против меня. Вот только она сразу приструнила этого идиота, и заставила при всех его извиняться. «Альфаир, не мог бы ты помощь мне потренироваться?» Зевера смущаясь обратилась к Архангелу, нервно сжимая копьё. С того дня она стала вести себя довольно растерянно при парне, и лишь иногда робко следила за ним. «Конечно». Стоило мне проговорить, как девушка на пару секунд замерла, не ожидая положительного ответа. За все время на острове я вёл себя довольно отстранённо, из-за чего они решили, так же сторониться меня. Возможно, Зевера решила, что я не хотел иметь с ними ничего лишнего, что было несколько правдой, ведь только из-за Зеверы я все ещё оставался на этом острове. «Я до сих пор думал о ситуации с Хроносом, и в случае чего я просто убью его». Не стоит глупо верить, что молодым богам хватит сил дабы одолеть Титанов, что уже множество лет жили на этой планете и увеличивали свои силы. Даже для победы над Тартарией им пришлось использовать все свои козыри. Каждый удар копьём сопровождался искрами и характерным звуками грома. Её движения были довольно плавными, а взгляд сосредоточенным. «Альфаир, я хочу спросить», – девушка на секунду задумалась, отпуская копьё. «Ты сможешь помочь нам в будущем?» Нет. Не стоит давать её никаких обещаний, ведь лишь понимая, что помощи ни от кого ждать, она будет сражаться на все сто. Понятно. Девушка пыталась скрыть печаль, которая отразилась в её глазах. Повторя несколько движений копьём, только без прежнего настроя, она решила отдохнуть. Ветер в округе начал подниматься, а песок с пляжа неприятно бить в лицо. Внезапно со стороны в море показался огромный ураган, который приближался прямо на нас. Стало сразу заметно, что он был искусственным, созданный с помощью магии. Стоило ему оказаться на границе острова, как тот мигом утих, а с того места показалось шестеро женщин. Они оказались одними из богов, что недавно потерпели поражение от другой группы. И теперь они прибыли дабы объединить силы, для взаимопомощи. Зевера в нынешнем состоянии не хотела с ними общаться, из-за чего эта роль перешла на старшую из сестёр. Аида всеми силами и даже непрямыми угрозами начала добиваться лучших условий для своей семьи. В этот момент она показала себя довольно с нетипичной стороны для бога смерти, а чего мне показалось, что для неё больше подошёл титул богини-торгашей. «Ты умудрился довольно сильно ранить чувство зеверы. Внезапно сзади раздался голос геи, в котором я отчётливо чувствовал недовольство. Она хотела дабы я участвовал в вашей семейной резне. Повернув голову проговорил. Видимо она хотела как можно легче решить свои проблемы используя меня. Стоило нашим лицам встретиться, как девушка слегка опустила глаза. Они словно зеркало её души показывали бурю эмоций, и с каждой секундой её начал поглощать сомнение. Возможно, именно сейчас она решала будущее, которое хочет увидеть для своих детей. «Я, я думаю, нет, я прошу тебя нарушить клятву. Уверенно проговорила девушка, поднимая свой взгляд, внутри которого горела уверенность. Была ошибкой, сразу не обратиться к тебе. Да, пусть будет, по-твоему, но я всё равно не буду вмешиваться в будущий бой без серьёзной причины. Она должна сама решить собственную проблему, я не всегда буду рядом с ней, дабы исправить все. Возможно, она ищет поддержку от тебя. Битва против собственного отца, будет серьёзным испытанием для её души, и твоё там нахождение даст ей ту самую помощь в принятии непростых решений. Проговорила Гея с интересом наблюдая как Аида все ещё торговалась, в её глазах даже появилась гордость за внучку, которая пыталась всеми силами облапошить прибывших богинь. Она ведь словно ребёнок, о кем дети больше всего восхищаются. Суперменом. Не задумываясь, ответил Альфаир, продолжая говорить под непонимающий взгляд девушки. «Ну по мне Бэтмен круче, одно его появление выбивает всю ярость из хулиганов вместе с их зубами и желанием жить в инвалидной коляске». «Не знаю кто они, но ребёнок позовёт своего родителя или того, кем сильно восхищается, тот кто обязательно ему поможет.Гея недвусмысленно намекала на важность Архангела в жизни Зеверы». «Ну тогда точно Супермина». «Ты, девушка устала смотрела на парня.Ребёнок позовет своих родителей». «Вот здесь ты чертовски ошибаешься, в будущем ты увидишь, что я был прав». Архангел самоуверенно улыбнулся, оставляя заметку у себя в голове. В далёком будущем он обязательно вспомнит их нынешний разговор. «Временами я тебя совсем не понимаю». Глава 45 Я уже решил отчаливать отсюда, как треск дерева привлек моё внимание. В центре стола переговоров взияла огромная дырка, по форме напоминающая кулак, а одна из богинь возвышалась перед Аидой. «В таком случае все и решим обычным спором.На лице культуристки проявился оскал.Кто сильнее тот и прав, проигравшая сторона будет подчиняться победителю». «Конечно, если вы не струсите». «Хм. В таком случае мы проведём лишь один бой.Аида совсем не испытывала страх перед огромным телом девушки». «Она уже понимала, как использовать оскорбительные слова девушки им во благо». «Нашу сторону будет приставлять Ариэль.После слов женщины из толпы вышла невысокая девушка, в руках которой покоились кинжалы. И ты хочешь сказать, что она достойный противник к одному из нас». Взгляд Аиды выражал полное превосходство над ними, а голос был словно пропитан ядом. «Любой из наших мужчин сможет за пару мгновений одолеть её. Будто случайно богиня смерти на миг кинула взгляд на Архангела». «ТЦЦ. Может тогда продемонстрируете это, если конечно он не струсит». Валдари проследила за взглядом девушки, замечая единственного парня. Альфаир все чётко слышал, понимая, что девушка пытается его использовать. Внутри Аида усмехнулась, думая, что никто так и не понял про расставленные ей ловушки. Каждое движение, взгляд, эмоции богини смерти был лишь для этого. Стоило ей лишь увидеть Альфаира, как план уже был составлен, а сети ловушки расставлены. Оставалось лишь не подать виду, что она сама натравила их на бой. Ведь Архангел вряд ли мог отступить, признав себя трусом. «Слышь, Гея, а она точно твоя внучка, а не кого-нибудь демона». «Просто у меня есть парочка знакомых», — шёпотом проговорил парень. Гея молча прикрыла лицо, понимая, как её внуки не самым лучшим образом показывают себя перед Альфаиром. «Если он проиграет, то станет моим.Ариэль вытащила кинжалы из ножен и начала ими размахивать перед собой. Надеюсь, вы согласны на такие условия. Я не вправе выбирать за него.Аида пыталась делать вид, что совсем не имеет отношения к враждебному отношению девушки. «Господин Альфаир.Прокричала девушка, привлекая внимание. С вами хотят сразиться, но вы можете отказаться от боя, и мы никак не будем осуждать вас. Хватит этого цирка.Архангел устало встал с земли.Нападай, неохота сильно задерживаться здесь». Миг и девушка ураганом проносится перед парнем, взмахивая кинжалами. «Зрители успели увидеть лишь блеск металла, как девушка уже закончила и победно подняла руку. Видимо победа у нас точка уверенно проговорила Валдари, ведь Ария была богиней скорости, и никто еще даже не мог уследить за ней, не то, что обогнать точка забирай свой приз и». Валдари перевела взгляд на парня, который так и остался стоять на месте, разглядывая кинжал у себя в руках. Только сейчас женщины заметили, что оружие в руках девушки исчезло, а через горло проходила красная линия. Неплохой баланс точка Альфа Ир удерживал кинжал на кончике пальца. Хаэр, Хаэр точка Ария начала давиться собственной кровью, а в ее голубых глазах замер первобытный ужас. Схватившись за горло, она всеми силами пыталась отсрочить собственную смерть, вот только алоэ жидкость словно в спешке покидала ее тело, как и сама жизнь. Ария, одна из прибывших богинь мигом оказалась рядом с раненой, пока ее глаза в панике бегали по ее телу. Как видите он победил, и по условиям, не успела Аида закончить, как ее перебил Архангел. По условиям они полностью подчиняются победителю, то есть мне. На лице Альфа Ира появилась ухмылка точка так, что тебе стоит закрыть свой рот. Но, девушка хотела возразить, но взгляд парня мигом ее остановил. Страх словно волна смыла все ее мысли. Прошу не умирай, со стороны послышался женский плач, наполненный печалью. Девушка с силой сжимала тело Арии, пытаясь удержать ее душу. Словно что-то вспомнив, она в спешке начала вытряхивать свои карманы, пока не достала небольшой кристалл, который приложила к ране. Пара секунд и все округу заливает ярким светом, привлекая внимание остальных, а также Архангела, который мигом нахмурился. Словно по волшебству, все раны на теле Арии исчезают, а щеки наливаются румянцем. Девушка уже хотела обнять ее, как почувствовала стальную хватку на собственном плече. «Откуда у тебя этот кристалл?» Проговорил Альфа Ира с каждой секундой, сжимая свои пальцы сильнее. «Отвечай!» «Мы их купили у странствующих духов воды. Сжимая зубы от боли» промямлила девушка. Звездочка, звездочка, звездочка. Все мое внимание было привлечено маленьким кристаллом, внутри которого таилась просто огромная энергия. Мигом пред моими глазами возник образ девушки, что своим голосом могла успокоить любого демона. На миг мне показалось, что она находилась прямо там и исцеляла эту девушку, стоит лишь потянуться и схвачусь за ее белоснежные крылья. Вот только вместо нее оказались эти маленькие кристаллы, что просто фонтанировали силой света. Вот только каким образом они могли оказаться у этих богинь. Неужели она решила спуститься небес, дабы отдать их простым духам воды? Все довольно сложно, и стоит как можно быстрее все разузнать. Узнала что-нибудь. Стоило произнести вопрос, как с океана вышла Посейдон. Я узнала кто может все рассказать тебе. Девушка с каштановыми волосами устала вздохнула, пока выжимала их. Я смогла договориться о вашей встрече, и, к удивлению, она с радостью огласилась, стоило мне только назвать твое имя. Веди меня к ней. Ну, а мне будет, какая-нибудь награда. Девушка встала в соблазнительную позу. Ее плечи слегка опущены, а спина изогнута, придавая ее телу изящную изгибистость. Взгляд девушки обращен прямо на мои глаза, с легким намеком на загадочность и игривость. Ее ладонь прошлась по моей груди, пока девушка ожидала продолжения. В том, что я тебя не убью. Стоило проговорить, как девушка в страхе попятилась. Звездочка, звездочка, звездочка. Стоило нам прибыть в указанную точку, как нас встретила загорелая девушка с кувшином воды. Со стороны она казалась обычным человеком, вот только я чувствовал огромную силу, что была скрыта в ее теле. Стоило нам встретиться взглядами, как в них промелькнула радость, хотя я совсем не знал ее. Мы не знакомы, но я много о вас слышала. Она слегка поклонилась. Меня зовут Владычица Озера, но для вас просто не мы. Я довольно долго ждала вашего прихода, господин Альфаир. У меня мало времени, просто расскажи, кто дал вам эти кристаллы. Откуда они могли оказаться у водных духов? Ммм. Я мог вам помочь, вот только вы не захотите услышать ответ. Точка девушка печально улыбнулась. Оно может сильно изменить вашу жизнь. Говори точка на душе стало сразу неспокойно от ее слов, вот только это не остановит меня от поисков. Я купила иху. Звездочка, звездочка, звездочка. Огромная территория ада состояла из небольших городов и пустошей, что их окружало. В одном из таких мест был возведен барьер, что мог блокировать любую энергию, даже таких существ как Архангелы. Туда попадали сильнейшие существа земли, что встретили свою смерть, из-за чего место обрело название Кладбище Богов. Все было возведено лишь по приказу одной женщины, которая с радостью изучала их души в попытке найти что-нибудь интересное. Местные души проходили настоящие муки, и лишь парочка смогла сбежать. К удивлению для побега нужно было лишь пройти сотню метров, вот только от свободы их отделяло огромное тело местного хранителя, трехголового кота Ирбиса. Множество бывших богов закончили свое существование в его желудке. Лениво развалившись на камни, Ирбис уже засыпал и будто что-то почувствовав все головы начали принюхиваться. Миг и зрачки его глаз сужаются, а шерсть встает дыбом. Глаза наполненные яростью, смотрят на пустоши, а точнее на фигуру человека, что шел прямо к нему. С каждой секундой он приближался к демоническому коту все ближе и почти достиг барьера, как просто исчез. Монстр с тревогой начал бежать глазами по округе в поисках парня, как почувствовал боль. Кулак Альфаера с влажным хрустом пробила одну из голов, оставляя висеть его на все еще живом монстре. Оставшиеся две мигом попытались прокусить его тело, но столкнулись крыльями, что защитили его. Тварь беспомощно пыталась проткнуть клыками крылья, как по ним прошлась молния, зажаривая монстра изнутри. Трехголовый кот Странно, думал здесь будет Цербер, вытирая руку от вязкой крови монстра, проговорил Альфаер. Его взгляд совсем не выражал эмоций, но переживание от того, что он там найдет, словно кувалда била по его душе. Если он окажется прав, то будущий разговор с Люцифер окажется не самым приятным. Ведь только она имела столько силы и власти в аду, дабы соорудить такой барьер. Души давно умерших богов с некоторым ожиданием и страхом следили, как Архангел отбросил тело убитого монстра и пошел дальше вглубь кладбища богов. В их глазах промелькнул шанс наконец-то убежать из этого кошмарного места, и лишь Альфаер мог их задержать. Только он прошел мимо, как толпа словно обезумевшая помчалась к выходу. В их лицах отразилось счастье, пока первый их них не пересек выход. Словно ожидая новых побегов, Люция обдумала пополнить количество стражников. Она решила поставить туда Смотрителя, из числа верных ей демонов. И словно судьбой Азазель навестила ее, в придачу с живым Альфаером. Решив, она использовала титул Смотрителя, как награду, заодно вернув ей прежнее тело, что дало огромный прирост к силе. Только нога неудачника достигла земли, как под ним открылся угольно-черный портал, унесший его неизвестно куда. До остальных заключенных дошли лишь крики боли несчастного, пока портал не закрылся. В округе начал расходиться истерический смех, от осознания их положения. Что бы они ни делали выбраться отсюда, невозможно. Стоит только попасть сюда, как жизнь никогда не будет прежней. Выходи, неизвестно кому обратился Альфаир, вот только никто так и не появился. Я обещаю, что не убью тебя. Вдруг недалеко открылся такой же портал, из которого выглянула часть головы Азазеля. Даже после обещания парня не убивать, девушка чувствовала страх за свою жизнь, и решила не выходить полностью. Господин Альфаир, не успела она договорить, как тело сжали невидимые тиски. Множество глаз в панике смотрели на парня, пока тот медленно подходил к ней. Не убивайте, прошу. Скажи мне, руками пошарив в кармане, Альфаир вытащил небольшой кристалл. Откуда эти кристаллы? В голове Азазель мигом пролетело множество мыслей, но лишь одна из могла сохранить ей жизнь. Лишь сказав правду она могла выжить в руках взбашенного Альфаира, вот только за эти слова ей также придется отвечать перед Люцифер. От Архангела Марии. Хочешь сказать точка с каждым словом, невидимые руки сжимали тело девушки сильнее. Мария по доброте душевной отдала их вам. Н-нет, с вашего исчезновения госпожа Люцифер уничтожила несколько отрядов ангелов, что были на земле. И в попытке ее остановить были посланы остальные архангелы, вот только никто из них не мог сравниться с ней. В попытке спасти хотя бы часть из них, Мария решила отвлечь ее, где потерпела сокрушительное поражение, а после была заключена здесь. С помощью ее крови мы смогли создать эти кристаллы. Только она договорила, как ее тело впечаталось в землю. Треск ломаемых костей и криков боли эхом расходились по местности, лишь сильнее пугая заключенных. Как и обещал, я не убью тебя. Альфаир напоследок сжал ладонь, отчего тело девушки просто лопнуло, разбрызгивая черную кровь повсюду. Пара секунд и вязкая кровь начинает превращаться в туман, который собирается в одном месте образуя прозрачную фигуру. Мое тело.Азазыль с болью смотри на свои руки, которые представляют собой всего лишь черный туман. Она вновь почувствовала слабость, что прошлом заставил ее засомневаться в решении покинуть рай. Девушка обессиленно упала на землю, понимая, что вряд ли уже сможет вернуть себе физическое тело. После того, что она рассказа Альфаиру, хотя он все равно бы узнал, Люцифер не станет использовать даже каплю своих сил ради нее. Звездочка, звездочка, звездочка. В коридоре раздавались звуки шагов, а в стенах отражилась тень Альфаира, что безмолвно передвигался вглубь кладбища. С каждым пройденным шагом местность изменялась, пока перед глазами не пристала огромная сфера, украшенная символами. Ладонь прошлась по гладкой поверхности шара, чувствуя тепло, что исходило от него. Сконцентрировав энергию на костяшках пальцев, не сильно ударил по сфере, боясь навредить Марии, что была заточена внутри. Раздался треск ломаемого стекла, а в груди стало слегка больно от вида девушки. Цепи из неизвестного металла удерживали Марию на весу, а некоторые и вовсе протыкали ее крылья. Пол украшали углубление, по которым кровь девушки стекала в одно место. «Я знала, что ты придешь», — хрипловатым голосом проговорила девушка, смотря на Архангела. «Потерпи немножко». Альфаир осторожно начал вынимать небольшие ножи, что были на концах цепей. Стоило последней покинуть ее тело, как девушка обессиленно упала на руки парня. «Пора уходить отсюда, малышка». «Звездочка, звездочка, звездочка». Я сжимал ослабленное тело Марии, которое грелась в лучах солнца. В ее голубых глазах промелькнуло счастье, а вот я вовсю думал, что сказать Люцеи. В моей голове до сих не укладывается, как она могла сделать такое с сестрой. Я уже думал, каким образом ворваться к ней в замок, как голос Марии отвлек меня. «Хотела бы я остаться здесь подольше». Девушка с некоторой грустью смотрела вдаль, где начали видниться фигуры ангелов. «Но мне нужно вернуться». «Не расстраивайся, мы обязательно снова увидимся». Альфаир слегка гладит ее шелковистые волосы, как в землю врезаются ангелы. «Госпожа Мария, заговорившей оказалась та самая девушка, что пыталась отобрать мой меч перед изгнанием. «Предатель небес отойди от нее, или нам придется использовать силу». «Аминодиил хватит, он спас мне жизнь, и я не позволю с ним так разговаривать». Мария шатаясь встала с моих рук. «Она посмотрела в мою сторону.Прости брат, но мне пора, наша мать не любит ожидания». Звездочка, звездочка, звездочка. «Не дайте ему пройти.Стоило мне вернуться в ад, как перед замком Люцифер построилась армия, во главе которой стояла неизвестная мне демонесса». По направленным в мою сторону оружием и магических заклинаний, становилось понятно, что они настроены совсем недружелюбно. Вот только я не верю, что Люция могла подумать, что в их силах меня остановить. Огонь.Крик девушки эхом разнесся в округе. Множество заклинаний словно огромное облако заслонили небо перед Альфаиром. Миг, и земля просто разрывается от огненных взрывов, которые смешиваются с дугами молнии внутри них. В Акханалия заклинаний растворяют огромную территорию ада, оставляя после себя лишь облако пыли и грязи. Звездочка, 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 звездочка. Вдалеке среди каменных столбов стояли две девушки, их взгляды были обращены прямо на место боя. Стоило дочерям Белиала узнать про сбор войск рядом с замком Люцифер, как их интерес перевесил слова отца не лезть туда. После рассказов о силе Альфаира, их разум просто не мог серьезно принять слова отца. По их мнению, в мире не могла существовать такая сила. Я думала, что он сильный. Этриган со скукой наблюдала, как масштабная атака просто стерла парня из ада, точка, вряд ли он смог выжить. Но отец говорил, что он сильнейшее существо в аду, и даже госпожа Люцифер слабее его, точка, девушка с козьими рожками слегка нахмурились. Возможно, отец просто ошибся. Девушки уже разворачивались, как со стороны битвы повеяло горячим воздухом. Звездочка, звездочка, звездочка. Не успели крики победы утихнуть, как столб пыли расходится, показывая полностью целого Альфаира с расправленными крыльями. Полностью черные перья переливались красным оттенком, будто они тлели в ярко-алом огне. Возвращаю точка неизвестно кому тихо проговорил Архангел, словно вражеская армия могла его услышать. Стоило ему взмахнуть крыльями, как на мгновение время остановилось, а пространство наполнилось магией. Кончики перьев воспылали более ярким светом, отправляя во врагов огромную волну огня. Пожирая все на своем пути, он все ближе приближался к первым рядам войск, которые понимали, что не успеют убежать. Демонессы с замиранием в сердце наблюдали за разрушительной красотой пламени, не в силах оторвать взгляд. Огонь с легкостью начал поглощать демонов, пока не врезался в барьер, что окружал территории замка. Из тысячной армии элитных войск осталось меньше половины, что успели укрыться за барьером. Они словно во сне наблюдали за пламенем, и лишь утихающие крики боли солдат смогли привести их в чувство. Фигура Архангела как ни в чем не бывало шла в их сторону, пересекая барьер. Армия мигом разошлась с его пути, боясь даже задышать полной грудью. Даже видя, на что способен парень, они не решались отступить. Они были верны Люции, но также боялись ее. Умрея точка в отчаянной попытке одна из демонесс кинула в Архангела копье, который взмахом руки отбил ее. Словно приняв это за сигнал, щиты были подняты, а копья направлены на Альфаэра. В глазах демонесс отражался страх, но отступать они не решались. Глупая попытка, неужели вы и вправду не видите разницу в наших силах? Устало проговорил бывший Архангел, слегка приподнимая ногу. Так я вам напомню. Нога с глухим ударом опустилась на камни, и в ответ на это земля, словно живая, подняла огромные волны, которые стали распространяться во все стороны, словно мощный океанский прилив. Не самые удачливых из девушек были заживо похоронены под землей, а тяжелая броня сделала их попытки выбраться невозможным. В округе раздавались стоны боли, но я совсем не обращал на это внимания и лишь дальше шел. Сейчас в моей голове были лишь мысли про Люцифер, и поступок, которые она сделала. Зачем ей было заковывать Марию, та которая была ей младшей сестрой, в тюрьму? Дальнейшую дорогу все прошло довольно тихо, и больше никто не пытался задержать меня. Ладонь легла на шероховатую дверь, которая открылась от легкого толчка. На меня смотрела Люция, лицо которой совсем не выражало эмоции. В ее руках покоился небольшой кристалл, что полностью был похож на те, которые делали из крови Марии. Люцифер. Ничего не хочешь рассказать? Сколько бы Альфаир не пытался сдерживать эмоции, гнев отразился в его глазах. Я не буду ничего отрицать. И так понятно, что я заковала Марию в аду. Но что мне оставалось делать? Голос девушки перешел на крик. Ты исчез, и было совсем неизвестно жив ли ты. Только наша мать могла найти тебя, а смерть ангелов была отличным способом привлечь ее внимание. Кристалл в руках девушки лопнул, стоило ее эмоциям выйти наружу. Вот только вместо нее за мой прилетела Мария, мне ничего не оставалось как использовать ее. Она наша сестра, ты сама лично растила ее, рассказывала, как прекрасен мир. И что в итоге? Ты чуть не убила ее, своими хотелками. Думаешь, мое спасение стоило ее жизни? От гневного голоса Архангела, глаза девушки опустились, скрывая печаль. Ответь мне. Голос Альфаира пропитанной яростью словно грохот грома проникал в душу Люцеи. Каждое слово было подобно кинжалу, что рвал сердце девушки. Я все хотел лишь как лучше. Ты просто слепой идиот, что не видит всего, что я сделала ради тебя. Точка обида от слов парня сжимали ее душу в невидимых тисках. Но Мария наша сестра, как ты вообще могла додуматься до такой глупости? А если бы она умерла, как ты это объяснила бы мне? Прости Альфаир, я случайно убила нашу младшую сестру. С каждым словом Архангела, не объяснимая ярость, начала подниматься с глубин души Люцеи. Она, как и наша мать, предали нас, и я ни капли не жалею того, что сделала. Только она договорила, как по комнате раздался звук пощечины. Щека девушки мигом начала наливаться алым светом, а в глазах промелькнула обида на грани ярости. Я разочарован тобой, Люцифер. Недовольством проговорил Архангел, вызывая у девушки ярость. Ты, она с силой сжала кулаки. Ты такой же, как и они. Убирайся. Я не хочу видеть тебя. Словно отзываясь на чувства своей хозяйки, двузубец мигом оказался в руках девушки. Стоило ей лишь махнуть им, как под Архангелом открывается портал, унося его в неизвестность. Альфаир до последнего не отрывал взгляд от Люцеи, даже не собираясь сопротивляться. Стоило порталу закрыться, как девушка устала упала на пол. Её печальные глаза заполнялись слезами, испуская призрачный свет, словно предвещая несчастье. Она сжалась в комок, обнимая колени. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Глаза Альфаира в последний раз встретились со взглядом девушки, как портал закрылся. Его тело словно камень падало на землю, разрезая воздух. Никто даже не обратил внимания на небольшую трещину в измерениях, и фигуру парня, что появилось в небе. Лишь через пару секунд до ушей Альфаир до донесса звон мечей, перемешанный с криками боли. Краем глаза он замечает знакомый остров, в котором некогда жили циклопы, полностью в огне. Зевера и остальные боги с помощью гекантохерн яростно бились против титанов, что неизвестно как здесь оказались. Но даже с помощью монстров, боги довольно сильно уступали по способностям более старшим родственникам. Вот только, кроме этого, в пылу битвы не было видно Краноса, который нашелся недалеко смотрящим за всем этим представлением. В его глазах отражалось полное превосходство и некоторая жадность, что всплывало при виде собственных детей. Он уже чувствовал и видел, как их сила перетекала к нему, что поможет наконец-то одолеть его мать. Скоро я стан, не успел он договорить, как рядом послышались брызги воды.ммм, человек. Как такой муравей здесь оказался? Его взгляд, наполненный превосходством, наблюдал как Альфаир плюхнулся в воду. Тело Архангела утопало в толще воды, но тот словно кукла совсем не двигался. Его взгляд совсем не выражал эмоций, пока огромная рука схватила его и потащила к поверхности. А ты довольно странный для человека. Титан с любопытством приблизил ладонь к собственному глазу. При виде нас, вы словно букашки начинаете убегать и кричать в страхе. Неужели ты совсем не боишься меня, на лице Краноса появился Аскал. Точка мне стоит лишь слегка надавить, дабы стереть тебя из этого мира. Страх Я уже и не помню, когда испытывал его. Точка устала проговорил Альфаир вздыхая. Держи точка со стороны послышался плеск воды, а за ним мужской голос. Точка она была довольно сильным врагом, но, как и обещал она еще жива. Ты проделал хорошую работу, Океанус. Точка взгляд Краноса перешел на истощенную фигуру Посейдона в руках Титана. Девушка, пытаясь дать шанс старшим сестрам на победу, решила увезти одного из сильнейших Титанов, вот только этого времени им не хватило для победы над остальными. Скоро вся их сила будет принадлежать мне и тогда. Мда, такое чувство, что весь мир, это куча идиотов, что не видит дальше своего носа. Голос Альфаира привлек внимание Титанов. Неужели ты и вправду думаешь, что этот мир будет принадлежать тебе? Брат отдай мне этого таракана. Мои дети с радостью сожрут его тело. Вокруг ног Океануса плавали ужасные твари, что начали радостно выпрыгивать из воды пытаясь зацепить парня. Его кровь окрасит океан валы и свет, над которым мы будем пировать. Вот про это я и говорю. Архангел разлегся на ладони Титана. Вы чересчур высокомерны. Постой Океанус. Неужели ты не видишь, что он уже мертв? Тв. Его пальцы слегка сжали тело Архангела. Тв. Ты совсем не боишься смерти, вот только самая ужасная боль это душевная. Твои сестры, брат, родители, мы с радостью их уничтожим, а ты будешь беспомощно за этим наблюдать. Голос Кроноса был пропитан холодной яростью и садизмом. От слов Титана, в голове Альфаира промелькнула фигура Марии, что была закована в цепи. Словно услышав сигнал, его душу начал заполнять гнев, который стал виден в его холодных глазах. В таком случае мне ничего не остается как убить вас. Ха-ха-х, ничто, Океанус начал смеяться, в его глазах парень был обычным неудачником, который неизвестно как оказался в середине битвы. Внезапно обессиленная Посейдон с трудом проговорила. Пожалуйста, помоги им, ее голос был подобен песку Камара, но этого хватило услышать ему. Могла и не просить. Чувства Хроноса мигом предупредили его об опасности, а чего тот сразу начал вертеть головой, в поисках угрозы. Аура, что окружала Альфаира, стала в несколько раз опасней, но лишь на секунду. Казалось, будто он на миг стал в несколько раз страшнее, чем Мать Титанов, но чувства сразу пропали. Не желая рисковать, Хронос сжал свою ладонь в попытке его раздавить, но вместо крови, что должна растекаться по его рукам, тот почувствовал боль. Глава 48, заключительная глава первого тома. Стоило Хроносу упомянуть его близких, как перед глазами повторилась цена закованной младшей сестрой. Вид истощенной Посейдона сменилась Марией, что беспомощно лежала не в силах что-либо сделать. В лице Архангела Непро скользнул даже намек на эмоцию, вот только сердце начало наполняться первобытной яростью, что пыталось поглотить его душу. Послышался новый всплеск воды, от небольшого булыжника, что упал с неба. И лишь Альфаир успел заметить тот самый меч, который он забрал у коры Салибриз. Стоило огромным пальцем Титана начать его сдавливать, как на спине Альфаира раскрылись черные крылья. По перьям прошлась алая волна, отчего каждая из них стала твержи алмаза. Они словно небольшие ножи стали впиваться в кожу Титаны, с легкостью отрывая куски. Кровь мигом окрасила тело Архангела в алый цвет, а на лице промелькнула скал. Воздух заполнился запахом крови, как Альфаир вылетел из сжатого кулака Краноса, отрывая ему палец. Тело Архангела словно живой снаряд влетел в глаз океануса, который мигом схватился за лицо и начал его царапать в попытке его вытащить. А-а-а-а-а, вытащите его, вытащите точка крик, наполненный болью словно гром промелькнул в воздухе. Кровь, не прекращая хлестал с глазницы Титана, который словно безумец бил себя по голове. Его попытки вытащить Альфаира совсем не давали результата. Архангел словно опытный мясник изнутри рвал океануса, доставляя тому просто адскую боль. Титан беспомощно схватился за голову, как в следующую секунду просто рухнул вниз, создавая огромные волны. Воды мигом окрасилась в алый цвет, чем привлек внимание остальных титанов. Что за, Хронос с нескрываемым шоком смотрел, как затылок его брата изнутри пробивает рука. Разрывая кожу из него, выходит Альфаир перепочканный в крови и кусками мозга. Внезапно огромный участок пространства просто замирает. Молния, что летела прямо на Хроноса, огромные волны, что создал Океанус, Альфаир который стряхивал со своих крыльев кровь, все мигом замерло. Пространство покрываться серым цветом вытесняя все краски в мире. Чертова тварь.Хронос сжимал в руках огромный серп, что переливался золотым светом. В руках титана была огромная сила и одна из них могла на короткое продолжительность остановить само время от своего движения. Хронос словно в толще воды начал подходить к замершему Альфаиру, каждый шаг которого стоило просто огромных усилий. Сжимая серп двумя руками, тот взмахнул им пытаясь разрубить Архангела. «Интересная способность, жаль что на меня такое не действует...» с усмешкой проговорил Архангел, крылья которого поглощали энергию Хроноса. Вокруг тела Альфаир Амир приобретал краски, а время начинало дальше идти. Холодный пот покрыл спину титана при виде безумной улыбки на лице парня, а сердце в страхе пропустило удар. Вид парня совсем не подходил под описание обычного человека, и только теперь Хронос понял какую ошибку, допустил. Мы ведь можем договориться. Как насчет поделить этот мир, не успел он договорить как в пространстве разошелся смех. Ха-ха, неужели ты до сих пор не понял.Миг и фигура парня исчезает, дабы оказаться в метре от лба титана. Ты просто идиот, что не видит дальше своего носа. Рука с легкостью проходит через кожу и кости во лбу Хроноса доставляя тому боль. Не успел он закричать как, вокруг ладони Альфа-Эра собирается огромное количество энергии, который словно пламя начинает сжигать голову титана изнутри. С его огромных глазниц и рта начинает бить яркий свет. Стоило свету угаснуть, как глаза Хроноса закатываются назад, а тело словно камень начинает падать в воду. Миг и Мор начинает свое движение, а остальные титаны даже не понимая, что результат боя уже предрешен, продолжают биться. Стоило телу упасть, как повсюду расходятся брызги воды привлекая внимание остальных. Они с шоком смотрят на мертвое тело своего старшего брата, а в глазах пробегает неверие. Они не могли даже вообразить, что титан, который по силам был почти равен геи, мог умереть. Разум мигом начал пытаться объяснить его смерть, и лишь одно могло быть явным. В глазах титанов это была лишь иллюзия, что на них навели их младшие родственники. Такими глупыми фокусами, не успел один из титанов договорить, как его голову прилетает копье, состоящий полностью из света. Остальные успели лишь заметить блик света, а после один из них просто завалился назад. Лишь кровь, что начало стекать на песок, мигом привел их в себя. Мэмэмэсда, голова одного из них лопается, разбрызгивая кровь на тело выживших. Невольно они делают шаг назад, а чувство просто кричать об опасности. Альфаир как ни в чем не бывало восседал на остатках шеи титана, рассматривая остальных. Его тело размывается перед их глазами, оставляя после себя лишь блики света, а несколько гигантов вновь падают замертво. Атлас мы должны объединиться против этого монстра. Один из молодых титанов обращается к более старшему, в руках которого были нечто наподобие кастетов. Нам не сбежать. Атлас понимает, что парень лишь играется с ними, и в любую секунду может уничтожить их. Морально сломленной, она падает на землю касаясь коленями горячего песка. Губы растягиваются в безумной улыбке, а на глазах расцветает ужас. Хватит точка внезапно появляется гея, которая успевает, схватить кулак бывшего архангела прямо перед лицом Атласа. Тот замирает, услышав голос матери, а также увидев крошечный кулак, в котором таилась огромная сила. По сравнению с ними Альфаир и вправду выглядел довольно крошечным, вот только они на собственной шкуре почувствовали его гнев. Альфаир, немедленно уходи отсюда. Гея со смешанными чувствами прогоняет парня, видя его руки, испачканные в крови. Она не могла представить, что вместо одного хроноса, архангел начнет уничтожать почти всех титанов. Звездочка, звездочка, звездочка. Крик геи, наполненный тревогой, мигом приводит меня в чувства. Глаза невольно отпускаться на руки, которые были в крови, как и все мое тело. Слова хроноса будто что во мне изменили, и я словно робот начал просто уничтожал титанов. Весь мой самоконтроль отошел назад, давая полное управление над телом моим эмоциям. Видя боль и нежелание меня видеть в глазах девушки, я решил просто уйти. Я совсем не хотел причинять ей боль, но мои действия оставили огромный след в ее душе. Глаза невольно замечают зеверу, тело которой слегка вздрагивает, встретившись со мной взглядом. Видимо своими действиями я произвел не самое приятное впечатление. Даже если она уже убивала, вряд ли она могла ожидать такой мясорубки. Схватив камень с мечом, я решил просто идти вперед, уходя все дальше от моих прошлых ошибок. Возможно, в будущем гея меня простит. Звездочка, звездочка, звездочка. Все будет хорошо, он обязательно вернется. Люция с грустью смотрела на кровать, пока ее взгляд не спустился ниже. Миг и на лице девушки расцветает небольшой намек на улыбку. Он обязательно вернется, малышка. Девушка погладила себя за живот, внутри которого зарождалась новая жизнь. Уйдя в свои мысли Альфаир совсем, не обращал внимания на окружение, что с каждой секундой менялось. Сам того, не замечая он набрел на знакомую полину, где встретил Нимуэ. Девушка также сидела около реки и набирала огромный кувшин водой. Любой человек, увидевший этот момент, посчитал бы его прекрасным и достойным быть запечатленным в картину. Каждое ее движение, каждый вздох, взгляд, они словно гармонировал с самим миром. А тут довольно красиво, не против, если я здесь останусь на время. На лице Альфаира появилась улыбка, вот только никто в жизни не поверит, что она настоящая. В его глазах совсем не было эмоций, лишь пустота, казалось, что перед тобой лишь кукла, имитация жизни. Красиво. Довольно приятно это слышать от Архангела, а особенно от вас. Вы видели всю красоту этого мира, и похвально, что вы смогли оценить мой дом. Крышек губ девушки слегка приподнялись, показывая ее радость. Но у меня есть одно условие, в глазах Нимуя пробежала жадность при виде меча, воткнутый в камень в руках Альфаира. Она всем телом чувствовала силу, что шла от него. Можешь забрать себе точка. По ее взгляду парень сразу догадался, чего она хочет. Точка мне все равно, он ни к чему. Возможно, в будущем ты найдешь для него владельца, хотя я сильно сомневаюсь. Точка он протянул ей меч, пытаясь увидеть ее провал. Он довольно привередливый, и вряд ли так просто ты обуздаешь его. Мы это еще посмотрим. Точка девушка с ухмылкой схватилась за его рукоять меча, чувствуя, как тепло начало проходить по ее руке. Точка он довольно покладистый. Миг и хрупкое тело девушки отталкивает невидимая сила, которая волнами шла от клинка. Он словно почувствовал все темные мысли, что летали в голове Нимуи, и мигом отшвырнула ее. Стоило ей прокатиться по земле, как из реки выпрыгнули духи воды, что встали вокруг нее в попытке защитить. Их гуманоидное тело, состоящее полностью из воды, смотрели в сторону парня, а из руки вылезли хлысты. Звездочка, 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 звездочка. Ты выглядишь довольно потерянным. Точка внезапно раздался голос, что сразу шел отовсюду. Он был довольно сильно знаком, голос что Архангел услышал первым в новой жизни. Точка я вижу всю боль, что окружает твое сердце, в моих силах. Нет. Голос Альфаэра совсем не дрогнул, в нем не было и капли сожаления собственному ответу. Во время моего изгнания, у меня было множество времени, дабы понять тебя, а точнее твои действия. Я совсем не удивлена этому. Раздался женский вздох. Ты единственный, кто мог видеть меня настоящий. Так и зачем я тебе? С насмешкой проговорил парень. Неужели тебе стало грустно? В твоих руках множество слуг, то есть ангелов, что с радостью будут выполнять все твои требования. Вот именно. Яхве выкрикнула. Ни один из них не будет воспринимать меня как обычного друга, для них я богиня, мать, что дала жизнь, все кроме тебя. Женщины, мне никогда вас не понять, но мой ответ все равно нет. В глазах Альфаэра промелькнули прошлые времена, которые он провел с Яхве. Кстати, у меня уже давно появился вопрос, кто ты на самом деле? Точнее, где-то Яхве, которая привела меня в этот мир. А ты быстро это понял. Девушка усмехнулась. И где же я прокололась? Мы провели довольно много лет вместе, и тогда по глупости я не обращал внимания на некоторые твои заскоки. В начале я даже думал, что сила источник на тебя так действует, кардинально меняя твой характер. Архангел с интересом смотрел в глаза девушки, пытаясь увидеть там ответы. Вспомни приход смерти и сна в рай, ты мигом изменилась в их присутствии, будто тебя подменили. Казалось на место Яхве пришла более ее взрослая версия, а стоило им уйти как все вернулось назад. Первые мысли были, что ты просто играешь глупую богиню передо мной, и это лишь представление для одного зрителя, но эту мысль сразу выкидываем, ведь ты так просто не стала бы выходить из роли, дабы поговорить с ними. Ты могла просто отправить меня куда-нибудь, чтобы я не участвовал там, и не видел тебя такой, но ты не стала этого делать. Будто у тебя раздвоение личности, и ты сама не можешь контролировать его. Ну, частично ты прав, девушка щелкнула пальцами и рядом с ними образовались стулья. Присаживайся, Альфаир. Стоило ему сесть, как пейзаж начал меняться. Вместо леса перед ними предстали джунгли, по которому пробиралось племя доисторических людей. Их глаза, наполненные страхом, следили за каждым темным углом, а руки сжимали копья. Внезапно с веток дерева на них спрыгнула огромная тень, что мигом вцепилась в шею первого неудачника. Человек из последних сил пытался вырваться из лап смерти, вот только тварь похожая на пантеру лишь сильнее сжимала пасть, пока не послышался треск. В глазах парня пропала жизнь, а голова свисала с шеи. Остальная толпа даже не пыталась попробовать спасти его, и лишь разбежалась в разные стороны. Их больше десяти, неужели они испугались убить этого, внезапно сзади хищника расступается листво, показывая более огромную пантеру. Она была с двухэтажный дом, но даже с такими размерами совсем не создавала шума. Эти твари должны были в будущем править этой планетой. И это совсем не леопард, как ты подумал, это просто кошка. Кошка. Она с размером с дом. Эти люди, что убежали, были теми, кто создал меня. Их молитвы и чувства в будущем стали тем самым рычагом для моей жизни, рычагом, что отделило меня от источника. И самым главным их желанием было побороть этих тварей. МММ. Я помню, как ты рассказывала про это, что их молитвы смогли изменить реальность во времени. И тогда я начала создавать мир по их мечтам, мне потребовалось приложить огромное усилие для этого. Вот только по сравнению с Перпетой мои миры были более серыми, словно им не хватало чего-то, небольшого, что могло влить в них каплю жизни. Девушка грустно улыбнулась, точка. Я знала всю историю мира, я могла с легкостью предсказать любые события. Так со временем меня начала одолевать скука, что лишь сильнее разрасталась в моей душе. И тогда во мне родилась идея, точка. Взгляд девушки перешел на парня, точка. Я использовала огромное количество своей силы, дабы создать полностью пустой мир. Сказать честно, самым сложным было отделить его от остальных, дети Перпетуя все время лезли туда и пытались понять мои задумки. МММ. Ты про тех, что доложили источнику про планы Перпетуя по захвату мультивселенной? Да. Так вот, запечатав собственную память, я просто наблюдала за вами. Каждое ваше действие, а точнее твои точка девушка взглядом уперлась в Архангела. Вносили изменения в мир. Ты словно приносил в него интерес, что я давно утратила. Хотя я была лишь пассажиром в голове Яхве, но даже это было более интересным, чем моя прошлая жизнь. Я лишь в некоторые моменты выходила и брала контроль над Яхве. А что насчет миров, что создал сам источник? Которые ты объединила с этим? А кто тебе сказал, что эти миры создал источник? Ты, ладно мне стоит многое переосмыслить. Кстати, точка девушка пальцем указала на трещину, что начало появляться в воздухе. Недавно я сняла барьер, что укрывал этот мир от других, и сюда начнут приходить гости, вроде той, которой ты бился недавно, Тригон, по-моему. И нафига это надо было делать? Неужели тебе спокойно не жилось? В чем смысл нашей жизни, если в ней нет непредвиденных моментов, которых ты совсем не ожидаешь? Точка девушка ухмыльнулась. Сказать честно мне самой не очень приятно видеть здесь разных идиотов, вот только они могут добавить в жизнь каплю интереса. Может тогда заново нас скроешь. Мне вот совсем не интересно видеть их тупые рожи. В моей голове совсем не укладываться действия Яхве. Я понимаю, что ее начало одолевать скука, вот только использовать меня и разных глупцов, что случайно попали в наш мир для своего веселья совсем не укладывается в моей голове. Хотя для нее это скорее норма, ведь существо ее уровня не должны волновать жизни низших существ. Для нее мы лишь игрушки с ограниченной волей. Прости, но уже поздно. Но ты не переживай. Яхве обвела архангела взглядом. Ты намного сильнее, чем остальные архангелы, мало кто сможет тягаться с тобой на равных даже среди этих незапланированных гостей. Я не за себя переживаю, а за тех, кто мне дорог. В мыслях промелькнули лица девушек, что стали мне довольно дорогими в этом мире. Ладно, мне уже пора. Девушка посмотрела в сторону парня. Надеюсь вы помиритесь с Люцией. Можно вопрос, стоит еще кое-что уточнить у нее. Только один. Яхве улыбнулась, будто ожидала этого. Почему ты выгнала меня из рая? Не думаю, что все из-за этого глупого правила. Это было решение самой Яхве, а не мое. Ты довольно сильно ранила сердце малышки. Фигура девушки начала рассыпаться на частички света. Теперь мы не скоро с тобой увидимся Альфаир, надеюсь ты поймешь Яхве. Стоило ей исчезнуть как взгляд привлек разрастающаяся трещина, что с каждой секундой становилось все больше. В воздухе начал распространяться приятный запах осона, а также соли. Стоило трещине разрастись до размеров небольшой горы, как из него хлынула морская вода, что мигом затопила огромный участок суши. Она словно живая, начала собираться рядом с порталом образу огромную сферу. Пара секунд из трещины в мою сторону поплыли небольшие твари по виду, напоминающие утопленников из Ведьмака. В их огромных глазах отразился голод, а на лицах появился ужасный оскал полный острых зубов, стоило им заметить мою фигуру. Они словно голодные звери начали мчаться в мою сторону, с вытянутыми руками, словно собираясь первыми меня схватить. Вот только им не сильно повезло, стоило первому оказаться в радиусе вытянутой руки, как по воде расходятся дуги молнии. Пара секунд они бились в припадке, пока их внутренности не зажарились изнутри, а мозг не превратился наподобие киселя. Внутри портала успевает что-то блеснуть, как в меня летит трезубец, который уничтожает мертвое тело морских творей. Стоило ему столкнуться с барьером впереди меня, как по округе расходится волна, которую можно увидеть невооруженным взглядом. Удивительно что ты смог остановить его точка из портала показывается девушка ноги, которой заменяют щупальца. Ее взгляд, наполненный высокомерием и жадностью проходит по моей фигуре, словно что-то решая у себя в голове. В ее руке покоилась небольшая сфера, из которой вытыкала энергия прямо в трещину. Видимо благодаря этой фигне они смогли открыть портал в наш мир. Надеюсь вы не против, если я заберу его себе. Рядом с ней появилось еще несколько фигур, которые начали окружать меня. Они были похожи на людей, но с конечностями от морских творей. Ммм. Не знаю кто вы, но если не свалите прямо сейчас в ту задницу, из которой пришла, то сегодня на обед у меня будет запеченные морепродукты. Стоило мне договорить как они на секунду замерли. Мы великий триумвират морских богов. Их слова были наполнены ощутимой яростью, а вода начала окрашиваться в алый свет. Из портала начала веять энергией, которая ощущалась как вязкая кровь, что пыталась утопить внутри себя. Ты будешь, я не стал дослушивать ее слова, и просто отправил трезубец назад. Девушка не успела даже испугаться как ее голова лопнула от силы, с которой попал в нее трезубец. Дрог. В глазах остальных промелькнул шок, а по телу прошлась дрожь. Из трещины показалась огромная щупальца, что неслась прямо в мою сторону. Вода рядом с ней начала окрашиваться в фиолетовый цвет, а оставшиеся дуры начали уплывать оттуда словно боясь прикоснуться к нему. Что было неудивительно, отравленная вода, попавшая на обезглавленный труп девушки, за пару секунд растворил ее, оставляя лишь украшения и одежду. Крылья на моей спине раскрылись, освещая территорию ярким светом, и с легкостью приняли удар твари. Земля под ногами начала трескаться, а сфера воды, что нас окружала, лопнула, разбрызгивая воду в разные стороны. Оставшиеся триумвират морских богов начали ползти по земле и грязи в сторону портала в попытке спасти свои тушки, вот только внезапно из него портала начала выходить тушка монстра. Кракен немедленно спаси нас, нет, стой девушка уже обрадовалась, как фигура Кракена возвысилась над ними и задавила их под своим весом. Одна из них в последний момент соединила предплечья крест-накрест, на которых были наручи, создавая силовое поле вокруг себя. А-а-а-а, было видно с каким трудом она удерживала сферу пытаясь спастись. Вот только Кракен словно специально лишь сильнее давил на нее собственным весом, отчего из ее глаз и ушей палилась кровь, точка прошу сп. Она в последний раз взглянула в мою сторону, как силовое поле лопнуло, отчего ее тело было похоронено под весом монстра. Кракен, знаешь, не встреть ты меня здесь, точка на лице архангела поступила скал, точка возможно о тебе в будущем могли слагать легенды, какая жалость. Граоа словно понимая слова Альфаэра, Кракен взревыл. В его глазах отражилась яркая фигура парня, которая внезапно размылась. Миг и тело просто утопает в боли, а вокруг наступает тьма. Надеюсь на вкус ты не так уж и, во тьме раздается голос парня, который с каждой секундой становится тише, словно у него начал пропадать слух. Звездочка, звездочка, звездочка. МММ Приятного аппетита, точка послышался голос Нимуи. Спасибо, не хочешь попробовать? Архангел протянул небольшое жареное щупальце в сторону девушки, на что та сморщила лицо, точка хоть он и выглядит дерьмово, но на вкус даже очень вкусно. Спасибо, но я откажусь, точка. В голосе девушки было отвращение при виде огромной головы твари с пробитым черепом, что лежала недалеко от костра. В таком случае, зачем пожаловала, надеюсь эти дуры не были твоими друзьями. Парень глазами показал в сторону раздавленных трупов, точка если что они сами начали, это была лишь самозащита. Нет, пришла по просьбе одной знакомой богини. Рядом появилась фигура Посейдона, на лице которой была улыбка, казалось, она была рада видеть Архангела. Привет, точка девушка помахала рукой привлекая внимание парня. И что же привело тебя сюда? Гея, наверное, не сильно обрадуется, если узнает, где ты была. Ничего страшного, слегка покричит и все, точка миг и лицо девушки меняется, точка я бы хотела поблагодарить вас за мое спасение. Да ладно, точка к моему удивлению, девушка встала на одно колено выражая благодарность. Сказать честно я совсем не ожидал, что кто-то из этих башков вообще решить преклониться перед кем-нибудь. Встань, и лучше скажи зачем ты хотела встретиться со мной. Стоило ей услышать мой голос, как она мигом выпрямилась, а на лице рассвела улыбка. Я почувствовала, как с этого места повеяла огромная энергия и похожая на мою, а также вашу. Девушка ненароком бросила взгляд на артефакты, что я собрал с трупов, точка и я решила на всякий случай прибыть сюда вместе с ним, и... Ну раз только из-за этого, то можешь возвращаться назад. Начинаю перебирать артефакты, словно изучая их, а чего девушка глазами бегает по округе, точка ты еще что-то хотела. Хоть Посейдон и не показывала страха, вот только она понимала, что Архангелу хватит одного взмаха руки, дабы покончить с ее жизнью. Вот только жадность внутри нее начинал брать верх при виде артефактов в руках парня. По словам Ниму и в них таится огромная мощь, благодаря которым она может стать намного сильнее. Мне стали интересны предметы у вас на руках. Побеждая страх внутри себя проговорила девушка, точка можно мне на них взглянуть. Конечно, мне они совсем ни к чему. Ухмыльнулся Архангел, точка можешь смотреть. Для меня они не представляли ценности. Мое внимание могло привлечь лишь сфера, благодаря которой они смогли открыть портал к нам, но еще разве что шлем, что давал невидимость от многих существ. Жаль, что она не сможет повлиять на таких как Яхве. Они прекрасны. Точка девушка мигом схватила на ручей и стала пару секунд их изучать, а потом мигом перешла другому артефакту. Можно одолжить их у вас. Конечно, точка стоила ей услышать мой ответ, как на ее лице мигом расцвела улыбка, которую она с трудом пыталась скрыть. Спасибо, не успела она поблагодарить меня, как я перебил ее. Можешь забирать их все. Улыбка на ее лице стала еще шире, а в глазах промелькнула жадность. Но что ты дашь мне взамен? Девушка замерла с глупой улыбкой, словно не в силах расслабить мышцы на лице. Я видел, как шестеренки в ее голове работали на полную мощность, пытаясь найти чем она сможет обменяться. Вот только на ее глаза попадался лишь трезубец, который был также довольно мощным артефактом, подаренным циклопами. Дайте мне пару минут. Звездочка, звездочка, звездочка. Мне срочно нужна твоя помощь, точка. Посейдон умоляющий смотрел в сторону Аиды, которая пыталась оцепить ее от себя, точка. Только ты сможешь договориться на лучших условиях. Ладно, за это я заберу одну из них себе, точка. Богиня смерти понимала, что девушка так просто не оцепится от нее, в придачу она могла забрать себе один из артефактов, точка. Пришло время разбогатеть. Звездочка, звездочка, звездочка. Надеюсь мы не заставили вас долго ждать. Рядом появляется круг портала, из которого выходят девушки. В руках Посейдона были странные побрякушки, видимо она хотела обменяться ими. Ну и кто, голос Аиды замирает, стоило ей видеть меня. Нахальная улыбка на ее лице вмиг превращается в нервную точку. Прошу прощения, но мне нужно поговорить с ней. Девушка хватает Посейдона за ухо и отаскивает в сторону. Почему ты не сказала, что торговаться надо с ним, точка шепотом проговорила Аида, кидая в мою сторону взгляды. Но что в этом такого точка обиженно проговорила девушка, сжимая ухо. Если бы я знала, то никогда в жизни не стала сюда приходить, точка Аида нервно сжимала двузубец у себя в руках. Неужели ты думаешь, что ему будут хотя бы интересны предметы, что мы принесли? Может ты сперва покажешь их, поняв, что я их слышу, Аида нервно улыбнулась, пытаясь скрыть страх. Вот видишь. А ты сразу паниковать начало. Похлопала сестру Посейдон, широко улыбаясь. Я не знала, что вам понравится, поэтому... Между руками девушки начали собираться капли воды, которые через несколько секунд словно торнадо закрутились в разноцветном вихре. Стоило ему остановиться как там оказалось несколько предметов. Это метай, что имеют довольно интересные характеристики. Звездочка, звездочка, звездочка. Сказать честно я не ожидал, что они принесут что-нибудь стоящее, вот только я слегка ошибся. Греческие боги смогли раздобыть несколько металлических сплавов с ненормальными показателями. Возьмем хотя бы Прометий, сплав металлов, что имело невероятную прочность и способность сохранять в себе просто огромное количество любой энергии. Следующим Аида протянула мне алмазную бутыль, внутри которой была вязкая жидкость, чем-то напоминающая ртуть, только зеленого света. Оказалось это был жидкий металл, что мог омоложивать и исцелить любого, кто к нему прикознется. Вместе с ним я также получил сплав со схожими способностями. Внутри него имелась странная энергия, что каким-то образом влияла на клетки человека заставляя их регенерировать. Я уже думал, что интересного уже больше не будет, как в руках Аиды появился слиток металла, что слегка парил над ее ладонью. Вот только все мои чувства говорили о неправильности этого металла, словно его не должно было быть в нашем мире. Он был словно живым, и чем-то напоминал мне металл, из которого была создана моя броня Архангела, что теперь находится в руках геи. Пришлось отдать львиное количество артефактов в обмен на него. Хотя этого было явно мало, ведь стоило греческим богам узнать реальные способности этого металла, то вряд ли стали его мне показывать. В будущем стоит их поблагодарить за это. Стоило нам закончить торги, как Аида мигом схватила шлем невидимости и скрылась внутри синего пламени, который перенес ее назад. Сфера и остальные артефакты взяла себе Посейдон, исчезая в сфере воды. Вот только каким-то образом трещина, что открыл триумвер от морских богов, все еще был активным и не хотел закрываться. МММ. Альфаир, что-то не так.Нимуя с некоторой тревогой смотрела на как портал начал менять свой цвет на алый. Возможно у нас новые гости. Вижу.Стоило ей договорить, как из трещины показалась фигура человека в футуристической броны. От одного его взгляда мне стало сразу понятно, что общий язык мы не найдем. Хм, значит они мертвы.Точка его взгляд перешел на тело мертвых девушек. Любой, кто нарушает космический баланс переходя в другие вселенные должен быть уничтожен. Точка словно предупреждая проговорил незваный гость, протягивая свою ладонь в сторону Нимуя. Точка скорее всего их убила ты, поэтому отдай мне сферу. Соломон был одним из мониторов, что развил индивидуальность в отличие от других, что мыслили больше, как улей, чем отдельные личности. Их главной задачей было защищать вселенную от разрушения, вот только Соломон выбрал путь по уничтожению любых путешественников, что могли пересекать границы измерений. Стоило ему прибыть в новую вселенную, как нарушители оказались уже мертвыми, а рядом было лишь два живых существа. Первый совсем не выходил из нормы обычного человека, а вот вторая имела довольно сильную энергетическую ауру. Я с тобой полностью согласен, вот только сферу я тебе не дам, видишь ли. Стоило мне проговорить, как этот индивид вытянул палец в мою сторону. Миг и тело словно стало в несколько тысяч раз тяжелее. Земля под моими ногами просто ушла вниз не в силах удерживать такой огромный вес. Отдай сферу. Голос Соломона эхом прозвучало в округе, создавая невидимые волны, что чуть не сбили нему и с ног. Твой отказ может повлечь. Замерив на половине предложение, все его внимание привлек дрожь и непонятный гол, что начали радоваться из-под земли. Словно чувствуя опасность, что продвигалась в его сторону, Соломон одним быстрым прыжком уходит в сторону. Миг, и место где он стоял, прошивает яркий луч света, который бьет из-под земли, разрушая все на своем пути. Видимо я сделал ошибку, недооценив его. Проговорил Соломон, смотря на огромную пропасть. Но этого больше не произойдет. Звездочка, 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 звездочка. Все его внимание перешло на фигуру Архангела с расправленными крыльями, который взмыл над пропастью. Энергия словно яростная волна начала вытекать с его тела, отчего пространство слегка исказалось. Все показатели Соломона словно взбасились, показывая ненормальный уровень силы, вот только это совсем не испугало его. Контроль пространства точка проговорил Соломон, указывая в сторону Альфаэра раскрытой ладонью. Словно подчиняясь зову хозяина пространство слегка затряслось, а из-под земли начали вылезать каменные стены. Они за мгновение окружили фигуру Архангела, который просто наблюдал за попытками своевального монитора. Соломон успел увидеть лишь снисходительный взгляд Альфаэра, как последняя стена заперла его внутри ловушки. Пав Соломон Психокинес полностью починил мне огромное пространство, давая больше возможностей для атаки. Каждый миллиметр этого участка под моим полным контролем, и будет использован для устранения цели. Его фигура, переливающая ярким светом, просто фонтанировала неизвестной мне энергией. Его мимика лица и тела просто показывали полное превосходство надо мной. Недооценивая врага, даст мне больше шансов на победу. Хватило лишь мига, дабы окружить тело нарушителя стеной. Благодаря пси-энергии, что я вложил в них, а не с легкостью выдержать взрыв угасающей звезды. Стоит действовать на полной скорости, и не дать ему и шанса убежать. Стоило сжать раскрытую ладонь, как стены сошлись вместе, сдавливая и формируя вокруг его останков кокон. Вливая еще больше энергии внутренних, и становится заметно как они обретают раскалено красный цвет. Взмывая вверх алая сфера становиться словно ярким шаром огня, который с легкостью заметен даже в дневное время. Миг и пространство оглушает громкий взрыв, что охватывает несколько километров пространства. Взрывная волна за считанные секунды достигает Земли, обрушивая на нее настоящее буйство стихии. Никакие датчики не могли найти источников в жизни, лишь раскаленные крошки камней, что падали на Землю. Вряд ли он смог выжить при таких условиях, шанс такого расклада составляет меньше одного процента. Неплохо так жахнуло. Голос раздается прямо рядом со мной. Голос, который выражал лишь тоску, словно его носитель совсем не желал быть здесь, а наш бой совсем не мог дотронуться до его эмоций. Тело словно отточенный механизм мигом реагирует на опасность, создавая волну пси-энергии, что сметает все на своем пути. В округе раздается свист ветра и стан Земли, и больше ничего. Ни криков боли, ни сломанных костей, а лишь тишина, казалось моя атака совсем не задела его. Не успел я рассмотреть округу, как что хватает меня за ноги, и мир начинает неестественно вращаться, а точнее не мир, а мое тело. Успеваю окружить тело пси-энергией в невидимый кокон, который должен принять на себя весь урон, как врезаюсь в Землю. Первое, что я ощутил, было головокружение, а после боль, что распространялась с головы, а потом по всему телу. Стоило зрению восстановиться, как замечаю, что последние крохи пси-энергии, из которого состоял защитный кокон, поглощает этот крылатый монстр. Интересно точка по его голосу казалось, что он изучал мою пси-энергию, словно пробовал ее на вкус. Стоило ему вытянуть ладонь, как мое тело сжали невидимые руки. Послышался треск костей от моих ребер, что было не сильно критично. Я смогу полностью исцелиться, вот только сперва нужно найти способ хотя бы сбежать от этой твари. Не стоит вдаваться в панику, лишь разумное мышление может помощь мне в таких условиях. Конец ПАВ Его энергия была довольно, интересной. Структура, которая полностью отличалась от маны. Ведь энергия, для использования моих собственных способностей, шла из ядра, а в его случае она поглощала энергию разума. Словно все давление шло именно в мозг, и будь я обычным человеком, то просто спалил бы мозг или бы в лучшем случае остался бы овощем. Я задумался лишь на миг, как всю территорию заполнили фигуры похожие на нашего гостя. Словно в попытке спасти его, они направили в мою сторону свои руки, в которых начала собираться энергия. Множество лучей олово цвета разрезали воздух, и грохотом начали врезаться в мои крылья. Натиск был довольно мощным, вот только лучи энергии с легкостью поглощались моими способностями. Я мог так стоять вечно, как послышался еле слышимый голос. Павсаламон Лишь на миг его взгляд стал расслабленным, словно он о чем-то задумался, что мне вполне хватило. Округу мигом заполняют мои копии, состоящие из чистой энергии. Их яростная атака, что могла с легкостью уничтожить целые звезды, лишь бесцельно бьются об его крылья, которые за мгновение полностью их поглощают. Вот только он не являлся моей главной целью. Ты не один. Мгновение на осознании моих слов, и его фигура словно растворяется в моих глазах. Наконец-то мое тело снова под моим контролем, осталось лишь использовать трещину дабы сбежать. Перед закрытием портала, успеваю посмотреть в его сторону, где тот раскидывал мои копии, в попытке защитить ту женщину. Я не стал досматривать и просто развернулся, раздумывая способы уничтожить этого монстра. Стоило порталу схлопнуться за мной, как мое тело замерло, а в живот начал адски болеть, словно в него просунули раскаленный меч. Во рту появился металлический привкус, а руки начали неметь. Глаза невольно опускаются вниз, где замечаю меч, состоящий из яркого света. Клинок торчал из моей груди, сжигая мои внутренности. Мир начинает обретать темные краски, словно я начал терять зрение. Не в силах удерживать тело, просто соскальзываю о стене вниз, пачкая его своей кровь. С трудом успеваю написать координаты измерения, проведя пальцами по железному полу, оставляя алый след. Лишь твоя глупость привела тебя к провалу. До ушей доходит хриплый голос, который словно был знаком мне. Но не переживай, твоя смерть даст мне силу, и возможно в будущем я отомщу за тебя. Что-то острое протыкает мне сердце, и неистово поглощает остатки моих сил. Понятно, кто же знал, что под конец я встречу его. Звездочка, звездочка, звездочка. Точно все в порядке. С вопросом смотрю на девушку, которая слегка краснеет. Еще бы миг и копии этого идиота просто убили бы ее, но теперь мы вряд ли его больше увидим. Все хорошо, он не успел меня ранить. Нимуя с тревогой смотрит, как его копии начинают растворяться. Прошло уже множество лет после первого открытия портала из другого измерения. Всякие твари словно надоедливые мухи стали проскальзывать в наш мир в попытке завоевать его. К несчастью, их сразу встречали ангелы либо я, и в обоих случаях они умирали почти моментально. Кажется, проведя множество лет над их истреблением, я совсем потерял интерес всему, что творилось рядом. Я стал больше похож на отточенный механизм, день которого проходил по одному и тому же порядку. Я начал тереть во времени, как вдруг почувствовал легкую боль на щеке. Ты там живой, немуя стояла прямо передо мной с недовольным лицом. Проснись. Девушка снова взмахнула ладонью пытаясь влепить мне по щечину, как успевая схватить её кисть. Что ты делаешь? Услышав мой голос, хмурый взгляд немой мигом исчез, а тело расслабилось. Мне уже стало казаться, что мы потеряли тебя. Точка девушка недовольно провела по мне взглядом. Точка тебе нужно развеяться Альфи, ты все меньше становишься похожим на живого, а это совсем ненормально. Да мне и так нор, не успел я договорить, как сверху меня облило водой. Нормально. Да вон тот камень и то живее тебя выглядит. Точка немуя пальцем ткнула в сторону небольшого валуна, фигура которой напоминала человека. Точка надеюсь ты понимаешь, о чем я. Наверное, Альфаир на секунду задумался. Точка сказать честно, я уже потерял те самые яркие эмоции, что чувствовал когда-то. Словно эта жизнь стала наподобие книги, что была перечитана мной несколько раз. Даже внезапные бои не приносят никакого отклика от прошлых чувств. В таком случае просто ограничь свои способности. Точка девушка ткнула в грудь парня. Точка твоя сила лишает тебя всякого интереса в жизни, и в таком случае в чем ее смысл. Стоило девушке проговорить, как Архангела слегка передернула, а глаза подозрительно сжались, смотря на девушку. Знаешь, ты говоришь прямо как одна моя знакомая. Звездочка, звездочка, звездочка. Благодаря своей упорности, она смогла обговорить меня полетать по миру, настаивая, что возможно это поможет мне расслабиться. Со стороны это было больше похоже на то, что мать выгоняла сына из собственного дома. В моей голове до сих пор мелькают ее последние слова. И попытайся поменьше убивать, не все понимают, что перед ними настоящий монстр в теле парня. И первым моим адресом оказался Египет, а точнее небольшой городок, что был в самом сердце пустыни. Накинув на себя черную мантию, что укрывало все мое тело, я направился по его улицам. Я не сильно выделялся от обычных жителей, вот только число людей здесь было не больше сотни, а чего все друг друга знали, и мою фигуру все время проводили взглядами. Господин вы выглядите довольно уставшим. Ко мне обратилась девчонка в руках которого был бурдюк. Не хотите попить? Яркая улыбка довольно сильно выделялась на смуглом лице девочки, которой от силы можно было до 10 лет. Все ее тело было в золотых узорах, а на голове была маска с изображением собаки. Остальные жители в страхе отходили от маленькой девочки, словно она болела чумой. Буду благодарен. Стоило мне взять бурдюк, как девочка тихо прошептала. Не пейте. Ее глаза выражали испуг, а руки нервно перебирали платье. С. Если вы пьете, то сразу засните. Джебеде, вот ты где точка с небольшого шатра вышла женщина. Не стоит доставать прохожих. Она была одета в полностью черное платье, а голову прикрывала повязка с желтыми полосами. Сбоку висела черная маска собаки, с золотыми символами. Весь вид женщины говорил о ее достатке, либо о высоком положении в обществе. Ничего страшного, точка, услышав мой голос, на ее лице появился еле видимый оскал. Простите, если она донимала вас, точка, женщина виновата, склонила голову, точка, в знак признательности, примите эту воду. Благодарю. Джебеде, пойдем, точка. Она схватила девочку за руку и потащила за собой, оставляя мне бурдюк с водой. Малышка с тревогой смотрела в мою сторону, пока не исчезла внутри шатра. Звездочка, звездочка, звездочка. Ты его чуть не спугнула, женщина швырнула Джебедею в угол шатра, словно соломенную куклу. С трудом вставая на ноги девочка, что шептала, словно заставляя себя терпеть боль. Простите, я не хотела, точка, девочка виновата, склонилась, пока не почувствовала, как по щеке прошелся удар. Лицо Джебедея обожгло болью, словно от огня, а рот наполнился металлическим привкусом. Еще раз подобное произойдет и следующий раз ты займешь место жертвы, точка, а скал на лице женщины стал шире, точка, надеюсь, ты понимаешь, что с тобой сделают. Хватит Анипи, она нам еще нужна, точка, и стени шатра раздался новый голос, точка, на ребенка клюет больше глупцов, чем на твое поросичье лицо. Но не забывая Джебедея, жизнь твоих родителей зависит лишь от меня. Надеюсь ты понимаешь, что еще одна оплошность, и... Я все поняла, точка, девочка с трудом сдерживала слезы, пытаясь быть сильной ради своих родителей. Вот и хорошо, точка, она перевела взгляд к Анипи, точка, надеюсь, в этот раз вам больше повезло. Богиня Анубис благоволит нам, в этот раз это мужчина. Хмм, странно все это, точка, задумчиво проговорила женщина, точка, каким образом мужчина мог оказаться в этом городе. Притом один. Вы думаете, что это засада? Но кто может позволить себе пойти против нас, с тревогой спросила Анипи. Хмм, возможно это Набу, но вряд ли она сама лично могла прийти сюда. Женщина на секунду задумалась, точка, как только он уснет, пусть твои люди отнесут его в темницу на краю города и подержать его без еды и воды пару дней. Если за это время никто не придет спасать его, точка, девушка оскалилась и сжала медальон у себя на шее, точка, его душа пойдет на корм нашей богине. Звездочка, 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 звездочка. Похоже я нашел второстепенный квест в моем маленьком путешествии. Как говорится, кто не пьет шампанское, тот не рискует, или там было наоборот. Схватив бурдюк я сделал несколько глотков, отчего во рту распространился сладковатый привкус, словно в него что-то намешали. Сделав вид, что я начал засыпать прямо на ходу, меня мигом схватили две пары рук и потащили куда-то в сторону. Остальная толпа словно совсем не замечала этого беспредела в центре города, и лишь в страхе отводили свои взгляды. Загрузив меня в повозку, одна из женщин сдернула с меня капюшон, пытаясь, рассмотреть лицо. Ты только взгляни на него. Шершавая рука прошлась по моему лицу, точка, может слегка повеселимся, перед тем как... Ты совсем сдурела. Да нас самих убьют, если с ним что-нибудь случится. ТЦ, даже жаль его. Анубис с радостью пожрет его душу. Но сперва нам нужно продержать его здесь пару дней, а после повезем к главному алтарю. Анубис. Бог смерти в Древнем Египте, если мне память не изменяет. Видимо я попал в руки ненормальных культистов, что решили распотрошить меня. Я уже думал просто перебить их, как снова увидел ее. За повозкой мчалась та самая девочка, которая словно кошка пряталась в тенях, пытаясь не привлечь внимания. По прошествии десяти минут мы прибыли к небольшому домику, внутрь которого меня затащили. Оказалось внутри был скрытый проход к подземной тюрьме. Затклый воздух и запах гнили сразу ударил в нос, вызывая не самые приятные чувства. Бросив меня в одну из ям, женщины направились вверх, болтая о том как потратить деньги. Прошло лишь пара минут, как на краю ямы показалось лицо той девчонки. Пфф, пфф, точка она согнула губы в трубочку и пыталась свистеть, что совсем у нее не получалось. Даже стало смешно наблюдать за ее попытками, притворяясь спящим, пока в лицо не прилетел камешек. Это было лишнее, точка услышав мое ворчание, она обрадовалась. Я ведь говорила вам не пить, точка на лице малышки промелькнул серьезный взгляд, словно ребенок ослушался взрослого, вот только вместо ребенка был я. Ну, так получилось, точка проговорил Альфаир. Стоило ему глупо ухмыльнуться, как глаз девочки задергался, а маленькая ладонь с силой сжались, раздавливая комок грязи. Она с некоторой досадой посмотрела на раздавленный кусок, как рукой схватилась за новый. Джабедия на пару секунд задумалась, решая стоит ли кидать его в идиота, что не удосужился послушать ее, и теперь валялся в плену. Лучше бы я пошла просто спать на крыше Ханы, место приюта в Древнем Египте. Пересилив себя, она расслабила руку, от чего комок грязи скатился вниз. Ее взор снова обратился на парня, а детский ум, что за годы жизни в трущобах стал замечать большее в людях, начал анализировать. Ей хватило пары секунд, дабы понять непростое положение парня в обществе, и скорее всего он является одним из богатеев, который неизвестно каким образом оказался в этой глуши. Зная характер мужчин, она решилась выставить себя спасительницей, а после с помощью его возможностей спасти родителей. За пару мгновений в голове Джабедии построился план. Вам стоит как можно скорее бежать отсюда. Ее голос, наполненный переживанием, дошел до Альфаэра, который мигом почувствовал в нем фальш. Они хотят удержать вас пару дней, а после принести в жертву. В жертву. Архангел театрально испугался. В таком случае стоит как можно скорее уходить отсюда. Я вам помогу, но сперва нужно принести какую-нибудь веревку, дабы вытянуть вас из этой ямы. Фигура девочки исчезла, и лишь ее голос мог дать знать, что она еще здесь. Внезапно сверху прилетела веревка, состоящая из разных обрезков, отчего на лице Альфаэра промелькнул скептический взгляд, сомневаясь, что она способна выдержать хотя бы вес девочки. Быстрее поднимайтесь. Прошептала Джабедия пытаясь быть как можно тише. Стоит женщинам, которые привезли сюда Архангела понять, что девочка помогает ему, то жизнь ее родителей мигом оборвется. С каждой пройденной секундой она все больше начинала волноваться, а парень будто специально все медленнее поднимался. Стоило только ему показаться из ямы, как из стороны выхода послышались голоса, отчего сердце Джабедии пропустило удар. Ее глаза в испуге начали бежать по всему подвалу в поисках спасения, но наталкивались лишь на яму. Ей не оставалось ничего, как столкнуть парня назад, а также прыгнуть за ним, молясь не сломать собственные ноги. Что ты там делаешь? Из края ямы показалось лицо женщины, от которой повеяло запахом вина. Она пару секунд присматривалась на лежащего Альфаэра, который притворялся спящим, но видя, что тот также продолжал лежать, просто ушла, ворча, что тот отвлек ее. Хватит на мне лежать. Пропищала девочка, отталкивая парня, который закрыл ее своим телом. Звездочка, звездочка, звездочка. Я с некоторым интересом наблюдал за малышкой, которая уже целый час пыталась найти способ выбраться отсюда. Она совсем не хотела принимать моей помощи, ссылаясь, что мне не стоит волноваться. Девочка, как и местные жительницы вдальбили в свои головы, о слабости мужчин. Не знаю почему, но чувства говорили, что в будущем все станет еще хуже. Она с помощью небольшой деревянной ложки уперта выдолбливала небольшие выбойны, пытаясь по ним подняться наверх, вот только ее физические способности могли желать лучшего. Даже когда ее руки покрылись кровоподтеками, она не останавливалась, показывая невероятно сильную волю для обычного ребенка. Я уже хотел вмешаться и остановить ее, как девушка обессиленно скатилась по стенке. Ее глаза украшали слезинки, что скатывались по щеке, а губы слегка дрожали. Простите, мы не сможем выбраться отсюда, все из-за меня. Девочка тихо разрыдалась, прикрывая руками лицо. Казалось, она отчаялась и теперь начала винить себя. Не стоит извиняться, ты старалась спасти меня. Точка я положил свою ладонь на ее макушку, на что та слегка успокоилась. Девочка прижалась к моему животу своим лицом, шмыгая носом. Хотя я так и проговорил, но отчетливо понимал, что она пытается воспользоваться мной. Но смотря на нее сейчас, во мне просыпалась лишь одна эмоция, жалость. Возможно все из-за того, что она напоминает мне о моих сестрах, или из-за того, что она просто ребенок, что попал в беду. Я думала, что если спасу вас, то вы поможете моим родителям. Она сильнее сжалась об мою накидку, точка, но теперь. Не стоит проливать слезы дитя, ведь я, ты что уснула. На мой вопрос девушка сона что-то пробормотала, точка, ну ладно. Схватив ее маленькое тельце, я одним прыжком оказался наверху. Проходя вверх по лестнице, до меня начал доходить запах алкоголя, смешанный с потом и вонью, что разносили тело женщин, которые привели меня сюда. Лишь выйдя на улицу, его начал перебивать запах пустыни, а именно сухой травы, пыли и зная. Вновь оказавшись в центре города, я начал осматриваться в поисках того самого приюта, в котором можно было оставить девочку. Вряд ли нахождение ночью в пустыне может хорошо повлиять на здоровье малышки. Стоит ее оставить, а самому вновь лезть в эту дыру, и как придет время прищучить главаря их секты. Мне лишь надо продержаться пару дней, а после эти идиоты сами меня отвезут куда надо. Эх, а с ограниченными силами все стало куда сложнее, и интересней. Был бы я так же силен как прежде, то мигом нашел бы этих сектантов, и просто прикончил бы их. Мне даже не нужно было бы выманивать их. В таком случае шансы, что я мог встретить малышку были бы минимальные. Кто знает какова, будет ее жизнь с моим вмешательством, возможно она станет на несколько тонов ярче. Из раздумий меня вывел взгляд, который уже в течение нескольких минут следил за мной из теней города. Нечто потянуло в мою сторону свою руку, пытаясь коснуться плеча, как успеваю развернуться и схватить это. В мою сторону смотрела женщина, в глазах которой промелькнул интерес и азарт. Ее тонкие пальцы удерживали небольшой жезл, который сочился манной. Его с легкостью можно было приравнять к артефакту уровня трезубца, что был у Посейдона. Стоило нашим глазам встретиться, как в душе поселилось чувство, что передо мной сущность, которая прожила не одну тысячу лет. Возможно, она была примерной ровесницей Адама, что свидетельствует о ее неземном происхождении. Редко в этих землях можно увидеть чужеземцев. Из-под капюшона, что прикрывал почти все ее тело, на меня смотрела довольно привлекательная девушка. Магическая аура из жезла прошлась по округе, словно пытаясь найти ловушки в округе. Мана также прошлась по моему телу, вот только в нынешний момент он вряд ли может показать характеристики выше, чем у обычного человека. Не найдя ничего странного, она расслабилась, думая, что обычный человек вряд ли с ней справится. Ее заинтересованный взгляд прошелся по девочке, что покоилась у меня в руках. Я просто хотел найти приют для этой малышки. Мои слова слегка подняли ее настроение. Она словно одобряла то, что я хотел сделать. Оно здесь довольно близко. Девушка указала рукой в сторону небольшого дома. Я по инерции проследил за ее пальцем, отмечая довольно дорогие украшения на ней, от которых веяло магией. Стоило мне заново повернуться к девушке, как та уже исчезла, оставляя после себя лишь запах мяты и сладкий привкус предстоящей встречи. Скорее всего мы скоро с ней встретимся, вот только неизвестно при каких обстоятельствах. Звездочка, звездочка, звездочка. Архангел устало вздохнул. Первой его мыслью было, что перед ним возможно та самая женщина, что была лидером культа, и следующая встреча может оказаться для нее последними секундами жизни. Вот только сейчас он не может необдуманно напасть на девушку, понимая, что его вердикт насчет нее может быть ошибочным. Ну, тебе стоит помолиться, чтобы при нашей следующей встрече не пролилась кровь. Точка в глазах Альфаэра промелькнул молочно-нежный свет, а девушка в руках парня заерзала. Звездочка, звездочка, звездочка. В нескольких улицах от того места шла пара женщин, с накинутыми плащами, пока одна из них внезапно не замерла. По ее коже пробежались мурашки, словно шипот Архангела смог добраться до нее, а руки с силой сжимали тот самый жезл. Враги. Ее подруга мигом встала в боевую стойку, а глаза мигом прошлись по улице в поисках противников. Но в эту ночь их сопровождал лишь прохладный ветер, и далекие крики пьяниц, что решили напиться на заработанные деньги. Вот только она все равно не решалась отпускать ладони от рукояти меча, выжидая нападения. Нет, просто странное предчувствие. Стоило ей проговорить, как на плечо легла тяжелая ладонь. Может тебе просто нужно слегка, расслабиться на бу, вторая девушка схватила туза грудь и с силой сжала. Совсем дура. Точка от нее повеяла смущением, а руки отталкивали подругу, вот только сил выбраться из стальной хватки совсем не хватало. Я как раз знаю одно местечко в этих краях, тебе там обязательно понравится. Девушка провокационно улыбнулась, пока не увидела, как песчинки в воздухе не замерли. Все ее чувства кричали об опасности со стороны подруги. Точка все, все, отпускаю, но если что. Не успела она договорить, как замерзшие песчинки мигом облепили ее тело, оставляя лишь голову нетронутой. Холодный песок словно огонь сжигал ее смуглую кожу, пока из тела не вырвался полупрозрачный кокон, что вырвал девушку из заточения. Звездочка, звездочка, звездочка. Смотря на приют, мне стало казаться, что хватит одного ветерка, дабы снести его. Стены из небольших кирпичиков, которые изготавливали путем перемешивания глины, песка и соломы, выглядели довольно удручающей. Я сильно сомневаюсь, что она сможет простоять хотя бы до конца этого года. Мое внимание привлек мерцающий свет и звук трескания дерева, что доносились из крыши. Одним прыжком взобравшись на него, мне на глаза бросились лица детей, которые сидели вокруг костровой чаши. По их телам пробегали блики огней, а в глазах отражался страх при виде меня. Джабедия, казалось одна из них узнала малышку, что покоилась у меня на руках, вот только подходить ближе она не решилась. Кто вы? Ммм. Просто обычный джин. Стоило детским взглядом сконцентрироваться на Джабедии, как я просто исчез. Звездочка, звездочка, звездочка. Вернувшись назад в яму, меня ждали два самых скучных дня, которые я просто пролежал. Иногда сверху кидали бурдюк с водой, который я просто выливал, просто по его свету казалось, что его собрали из ближайшей лужи. За это время, Джабедия так и не решилась снова встретиться со мной, лишь маленькие выбойны говорили, что она когда-то была здесь. Думаешь он еще жив? Неуверенно проговорила одна из женщин, смотря на мое обесселенное тело, а точнее смотря на мою актерскую игру. Идите вниз и вытащите его. Нам еще нужно доставить его тело до алтаря. Женщина с капюшоном на голове начала отдавать им приказы. Пара минут, и я оказываюсь снова в телеге, в которой кроме меня также имелось несколько женщин. Нас накрыли старой тканью, дабы никто не мог увидеть наше тело. По их лицам становилось ясно, что их морили голодом и не давали пить воды, из-за чего те совсем не могли сопротивляться. Они безмолвно ожидали своей участи, не в силах даже крикнуть о помощи. В их тусклых глаза с трудом можно было увидеть свет, словно жизнь могла в любую секунду покинуть их тело. От них шел запах мочи и пота, о чего захотелось блевать. Все приехали. Снаружи послышался знакомый женский хриплый голос, которая была вместе с Джабидей при первой нашей встрече. Тащите их к алтарю, и подготовьтесь к приходу нашей госпожи. Анипи, а что насчет мужчины, одна из приведших нас женщин спросила. Заприте его в клетке, он пойдет последним. Точка ее голос был пропитан неким ожиданием, словно я был десертом на ужин. Женщины не удручались моим состоянием, и просто схватили за ноги и поволокли по песку. Лишь теперь я увидел, что нас окружала лишь пустыня. Внезапно словно по волшебству песок начал расходиться, открывая проход в подземный комплекс. Они некоторое время тащили меня вниз, в течение которых я каждую секунду бился об каменную лестницу. Жди своей очереди, малыш, и тогда твоя душа попадет в лучшее место. Точка закрыв меня в деревянной клетке они направились дальше. Из-за каменных стен я так и не смог увидеть остальную подземную базу. Привяжите самую старую к алтарю. Пролетело несколько минут в ожидании, как рядом приземлился камешек. Поднимая взгляд встречаюсь с лицом Джабидей, которая пряталась в тенях. Псс, она словно пустынный кот пробрался к моей клетке и достала самодельный нож. Точка нам нужно убегать отсюда, я вам помогу. Приходить сюда было не самое хорошее, не успела она договорить, как недалеко послышались крики. Идея. Вы ведь правда Джин, как говорили остальные дети. Она с некоторым ожиданием уставилась в мою сторону. Смотря на ее глаза, становилось как-то даже стыдно за прошлые слова. Точка вы ведь вытащили меня из той ямы. Твоя кровь окропит пески Египта, а душа будет принадлежать, неизвестный женский голос эхом начал расходиться по подземному зданию, пока внезапно по земле не пошли толчки. Огромный пласт песка и камня над нами начинает подниматься вверх, показывая ночное небо украшенное звездами. Думаю сейчас будет жарко, тебе здесь вряд ли стоит находиться. Услышав мой голос Джабедия замирает, а я одним толчком разламываю деревянную клетку. Каменные стены начинают трескаться, и огромными кусками взмывать ввысь, наконец-то открывая вид на базу. Снова притаешься как крыса, Далила. «Неужели ты и вправду веришь, что это поможет тебе?» В ночном небе показалась парящая фигура девушки. «Твоим злодеянием придет конец». Набу, проговорила женщина в черном одеянии, что прикрывало все ее тело, лишь на голове имелась черная маска пса с золотыми элементами. В ее руках покоился волнистый кинжал, с которого стекали капли крови. «Недалеко от нас стоял черный алтарь, на котором лежала одна из девушек, что была со мной в телеге. По количеству крови, что стекала вниз, становилось ясно, что та, скорее всего, умрет, а безжизненные глаза лишь подтверждали это. Жрица в черном одеянии, что стояла рядом с алтарем, перевела свой взгляд к небу, а на лице растеклась безумная улыбка поехавшей психопатки. Толпа, что окружала ее мигом откинули свои черные балахоны, вытаскивая оружие. Разношерстная толпа имела лишь одну единственную общую черту, которой была татуировка в виде креста увенчанной сверху кольцом. Их взгляды, наполненные гневом, были прикованы к небу, словно парящая девушка была их кровным врагом. Ночное небо начало наполняться манной, которую можно было легко увидеть глазами даже обычного человека. Если ее можно было бы охарактеризовать, то девушка, что парила в небе, имела молочный оттенок с яркими бликами света. Она чем-то напоминала ангелов, которые лишь недавно лишились крыльев. «Моей госпоже будет приятно поглотить твою душу. Словно ей противоречие, из тела жрецы начала вытекать темная энергия, пропитанная запахом крови и страха. Надеюсь, про меня ты не забыла». Со стороны входа послышался крик, который сопровождал звук громкого удара по камню. Неизвестная мне девушка словно берсерк влетела в толпу людей, и одним взмахом прорубила несколько человек. Золотой хапеш в ее руках с невероятной легкостью проходила через мышцы и кости, словно совсем не чувствовала сопротивления. Лишь парочка женщин смогла среагировать, начав атаковать ее в ответ. Вот только небольшой щит принимал каждый взмах меча, что мог навредить его хозяйке. И выпытались, девушка с хапешем ухмыльнулась, пока не заметила жрецу, внимание которой было направлено на нее. Словно чувствуя опасность, она успевает выставить перед собой щит, как в него с грохотом врезается черный снаряд. От удара, по округе прошлась черная волна, центром которой был снаряд. Камень под ногами начинает покрываться трещинами, пока ее фигура скользит назад. Снаряд, что представлял собой спрессованную ману жрицы, оставил на щите небольшое углубление. Будь ты проклята, точка руки девушки дрожали, а полбу стекал пот. Не успела она победно расслабиться, как непонятный свист привлекает ее внимание. Глаза мигом замечают, как снаряд начал дрожать, а после округу оглушает взрыв. Ее тело словно пуля отлетает назад, разламывая стену позади. Облако пыли в тот час окружает местность, а девушка, что парила в небе недовольно бросает взгляд на жрецу. Твоя противница не Амази, а я точка безэмоционально проговорила Набу, пока вокруг нее не начали материализоваться прозрачные конструкции, что мелькали при свете Луны. Не успевали они сформироваться, как жрица метала в них небольшие шары, что состояли из тьмы. Просто не хотела, чтобы нам мешали точка на лице жрицы растекается оскал, пока вдруг со стороны разрушенной стены не слышит голос. Чёрт, было больно точка к удивлению, через пару мгновений из облака пыли доносится ругать, после чего из него выходить та самая девушка. Все ее тело окружал белый туман, который словно кокон, защитил ее от ран. Продолжим. Звон метала и крики боли эхом расходились по бывшему подземному строению, отчего джабедия в руках Альфаэра слегка дрожала. При каждом звоне ее тело подрогивало, а глаза сжимались в страхе. В отличие от нее Архангел, наоборот, совсем не выражал страха, а лишь издевательски оскалился при виде, как несколько женщин пыталось его остановить. Стоило им приблизиться к нему, как его фигура размылась в воздухе, и лишь секундная дикая боль была последним, что они успели почувствовать. Звездочка, звездочка, звездочка. Давай сделаем так. Приподнимаю тело джабедии, на что та с вопросом уставилась в мою сторону. Мик и ее фигуру начинает обволокивать небольшой полупрозрачный барьер, отчего та с нескрываемым восторгом пытается что-то проговорить. Вопросы на потом. А сейчас пора на выход. Стоит скорее обезопасить малышку, а после поговорим с этими волшебниками. Этих двоих убивать не буду, а вот жрецу сразу к праоцам. Джабедия у меня в руках сильно ограничивала возможности для атак, из-за чего приходилось использовать лишь ноги. Увидев, как мы пытались смыться из этой дыры, в мою сторону мигом направились помощницы жрецы местного культа. Изогнутые клинки в их руках могли доставить мне лишь легкий дискомфорт в нынешнее время. Даже с ограничениями хватило лишь врезать в районе шеи, как те ломались словно их кости заменили на обычный пластик. Возможно, стоило еще больше поставить ограничений. Хотя, смотря на девушку, что парила в воздухе, этого вполне хватит. Так из раздумий меня вывел огромный снаряд, что пролетел в паре сантиметрах, и скорее всего это был человек. Остатки стен мигом развалились, накрывая небольшую область пылью. Черт, было больно. Неизвестная мне девушка как ни в чем не бывало отряхнулась и вновь направила свой клинок на ближайших помощниц жрецы. Ее тело обволокивал белый туман, который принял вид брони, что видимо спасло ее от ран. Продолжим. Она издевательски раскрутила хапеш в руках словно подзывала их. И лишь через пару секунд она заметила мне, что стоял в нескольких метрах. Она слегка вздрогнула, но видимо увидев девочку в моих руках, мигом успокоилась. Звездочка, звездочка, звездочка. Ээээ, а вы еще кто? При ее словах, словно по щелчку, остальные женщины замерли и обратили свое внимание в сторону странной парочки. Не убивайте нас, пожалуйста, пропищала Джабедия, видя, как кровь стекала с лезвия клинка. Мы просто пленники. Джабедия, значит ты решила нас предать? Голос жреца эхом разнесся в голове девочки, а тело замерло от первобытного страха. Точка видимо стоит провидать твоих родителей, как только здесь разберусь. Я, я, голос предательский задрожил, пока внезапно руки Архангела не сжали ее хрупкое тело сильнее. Этого хватило дабы Джабедия, смогла слегка успокоиться, чувствуя, что он сможет ее защитить. Так значит ты был одним из ее псов, точка глаза жреца перешли на Альфаира, который непонимающе поднял брови, точка какая жалость, ты бы стал отличным, не успела она договорить как Альфаир перебил ее, чем даже понимая наступил на ее гордость. Ты со мной разговариваешь. Парень покрутил головой в разные стороны, ища возможного собеседника женщина, а после показал пальцем на себя. Думаю. Не успел он договорить как Амази оказалась перед ним выставляя свой щит. Миг и по округе разносится звон, словно кто-то кидал монеты на железную стену. Небольшие камни на огромной скорости прилетали на небольшой щит, оставляя на нем вымятины. Атака смогла унести лишь жизни ее помощниц, которые оказались слишком близко. ТЦ Жрица цакнула, она с силой сжала медальон у себя на шее, отчего что-то могущественное обратила на них внимание. Хватит точка голос Набу словно дает команду полупрозрачным конструкциям, что зависли в воздухе, как те начинают врезаться об землю блокируя внутри жрицу. Просто сдайся, и я обещаю, не успела Набу договорить, как послышался истерический смех со стороны жрицы. Ха-ха, сдаться. Что за глупости ты несешь? Мана жрицы на огромной скорости начала расползаться по земле в виде черного тумана, отчего тот начал покрываться капотию. Она словно живая обволокивала мертвые фигуры женщин, а после заползала внутрих тел через рот и уши. Пара секунд и на земле остаются лишь иссохшие трупы, словно они были убиты несколько лет назад. Жрица с легким восторгом поднимает ладонь, как черный туман словно послушный питомец вылетел из мумии и соединился с ней. Мы еще посмотрим, кто будет молить о пощаде. Глазницы жрицы поглотила тьма, а тело начало выделять черные миазмы, что мигом разедали все живое. Трава и насекомые, что попали под их действие испарялись, оставляя лишь кости. Вот только скорость распространения миазм была довольно низкой, из-за чего даже обычный человек мог убежать. Не успели они добраться до Альфаэра и Джабидеи, как Набу мигом среагировала, возводя прозрачный барьер. Пара секунд и небольшое пространство под барьером утонуло в непроглядном тумане, из-за чего не было понятно, что там происходит. Амази при смотре за ними, в глазах Набу промелькнуло узнавание при виде парня, но времени на разговоры не было. Одежда на ее теле мигом засеяла от символов, что на нем появились точки, а я разберусь с ней. Ее тело без проблем прошло через барьеры в густой туман, словно она совсем не боялась миазмжрицы. Секунда и в непроглядном тумане стали сиять вспышки света, а барьер слегка качнулся. Каждый миг по его стенкам проходили вибрации от заклинаний, что ударялись по ним с преимущественной скоростью. Ну, оставим это дело на Набу. Амази развернулась к паре, а на ее лице растянулась улыбка. Так и как тебя зовут прекрасный незнакомец. Видя, что глаза парня смотрели на барьер, в котором мелькали яркие огни, она проговорила точка можете не беспокоиться за мою помощницу, хоть она и выглядит слабой, но это не так. Лучше давайте присядем, думаю последние дни для вас были не самыми лучшими. Не думаю, что тебе стоит расслабляться. Голос Архангела привлек ее внимание, на что та непонимающе приподняла брови. Эахс, внезапно несколько из трупов начали издавать непонятные звуки, а в пустых глазницах зажегся черный огонь. Они ведь мертвы, так почему, Джебидия сжалась в руках Альфаэра, при виде мерзких фигур и восставших женщин. Сила веры этой жрицы позволяет использовать трупы людей, точка Амази брезгливо сморщило лицо. Утопая в своем эгоизме она нарушает законы жизни, точка ее голос переходит на крик, а Хапеш в руках очерчивает полумесяц в воздухе. По земле покатилось несколько голов, но это никак не остановило остальных. Звездочка, звездочка, звездочка. Стоило трупу под моими ногами издать шум, как ногой вдавливаю его голову в землю. Не выдержав такого издательства, тот лопается, окрашивая землю своим гнилым мозгом. Мертвые не должны топтать землю живых, точка от девушки, которую назвали Амази, повеяла яростью. Хапеш в ее руках не замирая кромсал головы мертвых, оставляя после себя лишь небольшие горы трупов. Не стоит бояться мертвых, джабедия, точка я ухмыльнулся дрожащей девочке в моих руках, точка как видишь, ее сил хватает дабы сразить всех этих творей, точка глазами показываю навоительницу. Но главная жрица, в ее глазах промелькнула тревога при виде ярких огней внутри барьера. Они справятся, а в крайнем случае я лично уничтожу ее, точка девушка воодушевилась, услышав мои слова, а тело расслабилось. Внезапно мертвые замерли и через миг их тело рассыпались в прах, оставляя после себя лишь оружие и одежду. Барьер покрылся трещинами, который сразу рассыпался, а из него вылетела фигура жрицы. Черт, из уголка ее губ потекла струйка крови. Я же говорила, что тебе не хватит сил дабы победить меня, точка фигура набу победно приближалась к ней, точка могла ведь просто сдаться. Не неси чушь, точка выплевывая кровь проговорила жрица. В ее черных глазах промелькнула обида, а рука сильнее сжала медальон, точка в любом случае ты бы убила меня. Мы этого уже не узнаем. Господин, джебедия с некоторым страхом смотрела на амулет в руках жрицы, точка что-то идет, словно она зовет кого-то. Ха-ха-ха, точка безумный смех разносится в округе, точка ты так просто не победишь, внезапно жрица поднимает руку с амулетом, точка я отдаю свою жизнь тебе, взамен прошу уничтожить их, точка ладонь резко отпускается, и медальон с влажным хрустом разрывает ее грудь доходя до сердца, точка ты, сдохнешь. Амузи немедленно уходите отсюда, точка успевает проговорить набу как пространство покрываться трещинами. Перед глазами начинают мелькать звезды, которые проносятся за пару секунд по всему небосводу. Пространство искажается, и огромный участок пустыни просто переносится в другое измерение. Мир перед глазами останавливается, благодаря чему мы наконец-то смогли увидеть, где оказались. Огромное строение украшенной золотом и разными драгоценными камнями раскинулся перед нашими глазами. Смертные склонитесь перед богами, точка наше внимание привлекает полурычащий голос, что доносится сзади. Стоило развернуться, как в глаза бросилась просто гигантская фигура девушки, что сидела на троне. Она была одета в белые одеяния, что оставляли ее длинные ноги открытыми, а голову украшала черная маска шокола. Ее взгляд становится на несколько томов хмурее, при виде трупа жрецы, точка вы посмели убить мою жрецу. Богиня Анубис, вы должны понять мой поступок, точка Набу не боясь смотрела в глаза богини. Она использовала. Молчать, точка от ее голоса округа мигом меняется на злосчастную пустыню, а недалеко от нас появились огромные весы. Чувства непонятной тяжести наваливаются на мои плечи, словно сама Аура Анубис хотела раздавить нас. Джабедия с силой сжимает губы, а на лицах девушек появилась грима саболи. Внезапно из их тел начинают вылетать яркие сферы, и лишь Набу какое-то время могла сопротивляться этому. Она до боли сжимала свои руки, вот только сила Анубис были на пике, что не скажешь насчет волшебницы. Прошлый бой и так с трудом дался ей, а нынешний враг был на несколько уровней опасней. Ааа точка по округе разносится ее крик, а тело неестественно выгибается, пока из нее вылетает небольшой белый шарик. Пара секунд они кружатся рядом с девушками, а после встают над одной из чаш весов. Хм. Только три точка Анубис непонимающий хмурит брови, но через секунду вновь продолжает, доставая небольшое перо. Эти весы решат вашу судьбу, и стоит вашим душам оказаться тяжелее пера, то вас ждет лишь тьма. Черт, прокусывая губу проговаривает Амузи не в силах что-либо сделать. Ее глаза с напряжением смотрят на весы с нескрываемой надеждой. И, к большому удивлению, даже через пару секунд чаша весов не склонилась вниз. Миг и лицо озаряет радость точка неужели, ха-ха, видимо кое-кто проиграл. Я так не думаю. На секунду задумавшись проговаривает Анубис. Она с нескрываемым садизмом надавливает рукой на одну из чаш весов, словно решая их дальнейшую судьбу. Вот только через секунду улыбка на ее лице гаснет, чувствуя что те совсем не двинулись. Видимо судьба на нашей стороне точка проговорила Амузи, думая, что это проделки на Бу. Весы под руками богини замерли, а ее сил совсем не хватало дабы сдвинуть их хотя бы на сантиметр. Что забреет точка прокричала Анубис, напряженно сдавливая весы вниз. Ее руки начали трястись от напряжения, вот только это никак не помогало. Это твоих рук дело. То ли спрашивая, то ли утверждая прокричала богиня, в глазах которой отразился гнев. Вам стоит успокоиться, с каждой секундой мана в теле Набу наполнялась, а чего-то стала слегка уверенней. Внезапно по пространству пошли трещины, а сзади Анубис открылся портал, из которого вылетел яркий луч. Не успела богиня среагировать, как спину прожгло болью, а ее фигуру снесло с ног. Огромные волны песка мигом накрыли девушек, и лишь в последнюю секунду рядом с ними образовался барьер. Ты как всегда вовремя Набу.Амази выдохнула, видя, как песок беспомощно бился об стенку барьера. Вот только волшебница никак не ответила, на что та непонимающая развернулась в ее сторону. Набу. Это не я.Ее голос становится серьезным, почувствовав, как с тела парня вытекает энергия, что поддерживала барьер. Надеюсь вы объясните, кто вы такой на самом деле. Я очень сильно сомневаюсь, что обычный пленник вдруг за миг научился колдовать. Давайте вы потом поговорите. Проговорила Амази, перебивая Набу. Нам нужно скорее валить отсюда, пока нас не зацепило, скорее открывай портал. Прости конечно, но эта территория пропитана аурой Анубис, что сильно блокирует мои способности. При словах девушки вдалеке прогремел взрыв. Чертовы слабаки, как вы посмели напасть на меня. Точка пространства задрожила от взбэшенного крика Анубис. Видимо одного раза вам не хватило. Сегодня твоя кровь окропит пески, а после и кровь твоих братьев и сестер. Архангел на секунду замер, услышав знакомый голос, и лишь когда волны песка осели, он смог увидеть довольно знакомую компашку. Звездочка, звездочка, звездочка. Хмм. По-моему она назвалась Вальдари, 45 глава 1 тома, вот только что они здесь забыли. Или, боги Египта были теми, кто когда-то изгнали их, и теперь они решили взять реванш. Но тут только они, а значит что те не смогли объединиться с Зевирой и ее родственниками. Я словно в кинотеатре смотрел на грандиозный бой, в котором Анубис с трудом сдерживала натиск сразу нескольких врагов. И каждая секунда сражения приближала ее к неминуемому поражению. И словно специально, через пески начала выплывать огромная фигура змеи, похожая на ту, что я встретил рядом с пещерой в Аду, где раздобыл трезубец. Вот только на этот раз он был настолько огромным, что первого уверенно можно было назвать лишь ребенком. Кстати, от этого места просто разило как с самого ада, словно я вновь вернулся в прошлое. Джабедия, внезапно за барьером показалась расплывчатая фигура, которую с трудом можно было увидеть. Вот только стоило девочке в моих руках услышать голос, как по ее виду становилось понятно, что она знала кому принадлежит этот голос. Точка это ты. Мама, девочка вырвалась с моих рук и спотыкаясь об песок приблизилась к краю барьера. Точка что ты тут делаешь? Быстрее пойдем к нам. Джабедия развернулась в мою сторону и жалобно проговорила. Точка господин быстрее снимите невидимую стену, там моя мать. Ох, дочь моя точка неизвестная фигура стала еще бледнее. Мне не пройти через границы мертвых. Я всей душой молилась богам, чтобы, не оказалась здесь, так рано точка с каждой секундой ее фигура расплывалась, словно душа не могла больше находиться здесь. Мама, слезы потыкли по щеке Джабедии, и дабы успокоить ее душу хотя слегка, я увеличил размер барьера, пока фигура женщины не оказалась внутри. Она мигом обняла дочь вот только призрачные руки беспомощно проходили через ее тело. Прошу заберите ее отсюда, пока Апоп не сожрал все здесь. Стоит Анубис проиграть как все что здесь находиться будет уничтожено, а души мертвых поглощены пустотой. Глаза призрака смотрят прямо на меня, а ее голос наполняется решимостью. Я отдам вам свою душу, но, пожалуйста, от слов женщины Набу слегка напрягается, словно в случае чего напасть на меня. Казалось, что мой ответ решит дальнейшее ее действие. Неужели, по-вашему, я похож на демона, чтобы требовать от вас душу? Набу сразу успокоилась от моих слов, точка можете не беспокоиться с ней все будет в порядке. Не знаю кто вы, но я доверяю вам, и верю, точка ее фигура начала исчезать, пока от нее не осталось лишь небольшой шарик света, который улетел ввысь. Мама, глаза Джабидеи переходят на меня, точка вы ведь Джин, я хочу, чтобы вы воскресили ее. Я приказываю вам, точка ее голос переходит на крик. Прости, но я не Джин, стоило ей услышать, как она в истерике начала бить меня по животу своими крошечными ладонями. На горячий песок под нами начали падать ее слезинки, пока сознание не начало покидать ее тело. Ненавижу, вы лжец, последний раз проговорила Джабидея, как потеряла сознание. Успеваю схватить, пока ее тело не коснулось песка. Звездочка, звездочка, звездочка. Набу. Мне плевать как, но немедленно открывая этот чертов портал, точка Амази с нескрываемой тревогой смотрела вдаль, откуда в их сторону плыл гигантский червь. Его пасть была открыта, и все, что в нее попадало вмиг, было перемолото под острыми клыками. Сейчас попробую, точка мана с трудом отзывалась на зов хозяйки, а на песке начали вырисовываться неизвестные символы, точка не успеваю. С каждой секундой червь становился ближе, вот только портал не был готов даже наполовину. Внезапно чувство первобытного страха охватил разум Набу, а тело словно отказывался подчиняться ей и просто замерло. Не думаю, что этого хватит, дабы хотя бы задержать эту тварь, точка обреченно проговорила Амази смотря как Архангел направил руку в сторону монстра. На кончике его пальца образовался небольшой шарик света, от которого веяло нереально огромным количеством маны, и лишь Набу могла почувствовать это. Лети. Стоило ему проговорить, как шар света вылетает из его руки в сторону монстра, словно светлячик к яркому огню. Амази с непониманием уставилась на сферу, которая исчезает во рту монстра, не давая никакого результата. Ну, думаю тебя можно похвалить за старание, точка Амази сжимает клинок в руках, смотря как монстр резко остановился. Что за? Из его рта бьет яркий свет, а тело раздувается словно воздушный шарик. Миг и пространство утопает в ярком свете, отчего все закрывают глаза не в силах смотреть на него. Округу оглушает громкий взрыв, который поднимает волны песков. Они с новой силой обрушиваются на барьер, отчего тот начинает дрожать, пока все не начинают утихать. Стоило песчинкам упасть на землю, как все перевели свои взгляды на кратере, песок рядом с которым превратился в стекло. Они словно корни растягивались на несколько десятков метров, давая узреть невероятную красоту. А нет, стоило в алдаре увидеть людей, как глаза в страхе останавливаются на фигуре единственного парня. Весь план победы над Анубисом просто разбивается, а скалу понимание будущих проблем если они станут докучать Архангела. Она до сих пор вспоминала рассказы про этого монстра, который почти отчет. Продолжение следует...